Добрый день! Спасибо, что вы все пришли. Как вы уже знаете из анонса, мы сегодня будем с вами говорить о том, как в принципе работает память, как работает обучение и могут ли знания об этом принести нам какую-то практическую пользу. Изучением вещей, связанных с памятью, занимаются когнитивные науки. Когнитивные от латинского слова cogito или английского слова cognition, то есть мышление и сознание. Два главных столпа всех когнитивных наук это экспериментальная психология и нейробиология. Экспериментальная психология это не та психология, в которой вы лежите на ручки и рассказываете, как вас мама не любила. Экспериментальная психология это когда к вам приходит в лабораторию 20 людей, вы даете им какое-нибудь обидное, тяжелое, утомительное задание, они его проваливают. Тогда к вам приходят 20 других людей, вы даете им задание попроще, они его не проваливают. Потом вы смотрите, что в заданиях отличалось, почему одно провалили, другое нет. Набираете статистику, подсчитываете, определяете достоверность отличий и публикуете статью в нормальном научном журнале, то есть занимаетесь экспериментальной наукой. А нейробиология, она вообще не любит работать с людьми, она предпочитает работать с улиточками или с грызунами, с кем-нибудь таким, кого не охраняет этический комитет, кого можно обижать, кого можно превращать в кашицу и исследовать, что в этой кашице происходит. И вот эти две науки, вот эту гору знаний о человеческом мозге и о человеческой памяти копают с разных сторон. И мы будем с вами сегодня весь день кружить вокруг этой горы, смотреть, куда докопались одни, куда докопались другие, и что их в конечном счете связывает. Потому что именно память и обучение – это те темы, в которых экспериментальная психология с нейробиологией особенно близко друг к другу подошли и прямо перестукиваются через стенку. Что касается экспериментальной психологии, то она в значительной степени наследница бихевиоризма, такого американского научного течения середины прошлого века. И бихевиористы от английского слова behavior – поведение, они вообще принципиально воинствующе отказывались интересоваться тем, что происходит в мозге. Они говорили, мозг мы не понимаем, и понимать не хотим, и понимать пока не можем, поэтому мы рассматриваем наше экспериментальное животное или нашего подопытного человека как черный ящик. Мы даем животному какой-то стимул, животное выдает какую-то реакцию. На этом основании мы строим выводы о том, как животное должно себя вести, чего от него можно ждать. И поэтому бихевиористское определение того, что такое обучение, оно такое довольно радикальное, воинственно не связанное с процессами в мозге. Они говорят, обучение – это изменение поведения в результате освоения новой информации. И на самом деле это определение довольно классное, и когнитивные науки его до сих пор используют, потому что это определение можно применять на довольно разных уровнях организации. С одной стороны вы можете быть студент. Вы сначала приходите на экзамен, вас там спрашивают, что вы можете рассказать о Канте. Вы говорите «э», «ну», «б», «мэ», вам ставят двойку, отправляют на пересдачу. Вы беретесь за ум, читаете книжку Канта, приходите на экзамен в следующий раз, вас спрашивают про Канта, вы говорите «звездное небо над головой», «моральный закон во мне, невостижимый для меня», «извините, экзаменатор вами доволен», «экзаменатор ставит вам пятерку», вы уходите домой, у вас изменилось поведение, вы стали по-другому отвечать на экзамены в результате того, что у вас произошло обучение. С другой стороны то же самое определение мы можем применить к улиточке. Мы можем взять улиточку и начать бить ее током в хвостик. И улиточка, когда она пугается, она втягивает джабры, чтобы с ними ничего не случилось. И обычно она не сразу втягивает джабры, а вот если мы ее долго били током в хвостик, то улиточка начинает нервничать и в ответ на самое слабое воздействие начинает быстро втягивать джабры. Это означает, что у улиточки тоже произошло изменение поведения в результате обучения. С третьей стороны мы можем посмотреть просто на два нейрона в пробирке, которые соединяются каким-то контактом с синапсом. Мы можем пропустить через этот синапс электрический импульс, или два электрических импульса подряд быстро, и мы увидим, что два нейрона стали лучше передавать информацию, что между ними появился более прочный контакт на какое-то короткое время. И в каком-то смысле тоже произошло у этой системы обучения, изменилось ее поведение в ответ на какие-то стимулы. И с этой точки зрения память – это просто такой вспомогательный процесс, процесс того, как хранить ту самую информацию, которая должна повлиять на поведение. Экспериментальные психологи изучают память уже много лет, как минимум целый век серьезно этим занимаются, и они придумали много разных классификаций памяти, из которых самое очевидное, имеющее самое прямое отношение к реальной жизни – это классификация по времени хранения информации. Вот у нас с вами есть какой-то внешний мир. Мы этот внешний мир видим, то есть он попадает к нам на сетчатку, и мы его слышим, и мы чувствуем его запах, и мы обрабатываем довольно много информации одновременно. Там на самом деле тоже есть оговорки, что далеко не всю эту информацию мы обрабатываем хорошо, но тем не менее все-таки ее поступает нам в мозг много. Но вот что здесь существенно. Вот у нас есть некий сенсорный след, который хранится мало секунд, или даже мало миллисекунд в нашем мозге. Вот эта картинка с побережьем. Нам кажется, что мы видим ее более или менее четко, нам кажется, что мы довольно много про нее знаем. Но если я вас, например, спрошу, сколько там было башен... ...все так и задумано, не волнуйтесь. Я говорю вот о чем, что мы видим четко картинку, на которой есть дети, которые строят замок. А если вдруг мы эту картинку видеть перестаем, то вряд ли вы сможете нарисовать достоверно, как был устроен этот замок. Вряд ли вы сможете воспроизвести, во что были одеты дети. Я не уверена, что вы сможете воспроизвести, что держала девочка в руках. Вы видели картинку четко, я надеюсь, более или менее. Вы не можете рассказать про нее никаких деталей, потому что вы не обратили на нее внимание. Дело в том, что в кратковременную память, это примерно то же самое, что и рабочая память, попадает только то, на что мы обратили внимание, о чем мы начали сосредоточенно, целенаправленно думать головой. То есть, когда вы просто смотрите, как дети играют на пляже, вы обычно в кратковременную память почти ничего не берете, кроме, может быть, самой мысли, что дети играют на пляже. Но если у вас есть какая-то задача, которую вы должны решить, если, например, эти дети вас позвали и попросили помочь им сделать стенки замка более прочными, для того, чтобы их волна не смывала, тогда вы уже берете в рабочую память весь замок, и вы уже помните, как он устроен на какое-то короткое время. Потом, если этот замок не был чем-то важным в вашей жизни, когда прошло несколько месяцев, в долговременной памяти вы помните сам факт, что вот мальчик играл у моря и строил замок, если, например, этот мальчик ваш младший брат или сын, или какой-то еще родственник, но как конкретно был устроен замок, вы, конечно, в долговременную память запоминать не стали. Здесь принципиально понимать, что вот эта рабочая или кратковременная память это такая воронка, которая в основном и ограничивает все наши способности к обучению. В долговременной памяти потенциально мы можем хранить информацию сколько угодно лет, поднимите руку, кто помнит какое-нибудь воспоминание 20-летней или более давности. Те, кому успело уже исполниться 20 лет, наверняка могут этим похвастаться. То есть мы, правда, в долговременной памяти можем хранить много информации и надолго. Во внешнем мире тоже у нас много всего интересного происходит. А проблема именно в том, как из внешнего мира в долговременную память перекачать через вот этот вот очень узкий пропускной порт. Как удержать что-то в кратковременной памяти, как сделать так, чтобы оно в нее вообще поместилось, и как сделать так, чтобы оно там достаточно долго сохранилось для того, чтобы сформировать какое-то устойчивое воспоминание. Вот с точки зрения экспериментов, которые проводятся психологами, известно, что на это сильнее всего влияют две вещи. Что кратковременная память и внимание – это очень близкие вещи, это почти синонимы. Мы, в принципе, берем в кратковременную память то, на что мы обратили внимание. Я говорю то кратковременная память, то рабочая – это почти синонимы. Когда мы говорим кратковременная, мы имеем в виду, делаем акцент на том, что она недолго хранится. Когда мы говорим рабочая, мы делаем акцент на том, что при этом мы можем с информацией что-то делать, пока мы ее взяли в рабочую память. То есть мы можем взять в рабочую память выражение 24 плюс 16, и мы можем его и сложить там же, благодаря тому, что мы удерживаем его в этой рабочей памяти. И когда мы в нее что-то берем, мы в нее что-то берем сознательно. Ну, не обязательно произвольно, то есть если я сейчас сделаю вот так, то это, конечно, привлечет ваше внимание, несмотря на то, что вы не ставили себе задачи, обязательно пойти посмотреть на эту воду. Но в общем и целом главное, что мы именно сознательно это сделали. Большая часть того, что мы взяли в кратковременную память, у нас не остается в мозге надолго. Кто из вас сегодня ехал на автобусе? Видел там людей? Кто может описать, во что эти люди были одеты? Вы это видели и, возможно, даже брали в кратковременную память, но это не важно, и поэтому у вас этого больше нет. И очень хорошо, что нет, потому что если бы мы пытались запомнить все, что мы в течение дня употребляем, всю информацию было бы очень тяжело. А запоминаем в кратковременную память мы те вещи, которые привлекли наше внимание на долгое время, которое мы в голове долго крутили. Либо потому что мы сознательно решили их выучить и повторяли, повторяли, повторяли и повторяли, запоминали и запоминали, что вот у девочки, которую мы видели сегодня в автобусе, была зеленая куртка, потому что мы собираемся написать потом объявление на городской форум, что девочка в зеленой куртке отзависит очень красивая. Либо потому что мы даже не пытались запомнить нарочно, но девочка нас так поразила, произвела на нас такое большое эмоциональное впечатление, что мы теперь помним, что куртка у нее зеленая. И вот эта вещь важная. Это важная вещь, что из кратковременной памяти в долговременную переходит то, что мы долго в этой кратковременной памяти пытались удержать, долго про это думали. Мы к этому вернемся потом еще с другой стороны, с точки зрения нейробиологии. Пока что еще немножко я вам расскажу про экспериментальную психологию, про то, как она конкретно исследует, вот эту самую кратковременную память. Один из важных вопросов, который давно обсуждали, это сколько все-таки информации может в кратковременную память поместиться. Про это была в середине 20 века очень знаменитая статья Джеффри Миллера. Вы наверняка слышали ее название. Она называлась «Волшебное число 7 плюс минус 2». Миллер обработал много разных экспериментов, в которых многих разных людей просили запоминать слова, запоминать числа, запоминать ноты, запоминать запахи, запоминать мелодии. И пришел к выводу, что в основном люди способны удержать 7 единиц информации. Например, 7 цифр, некоторые на 2 цифры больше, некоторые на 2 цифры меньше, но вот примерно 7. И, соответственно, долгое время в психологии считалось золотым стандартом, что объем кратковременной памяти – это примерно 7 единиц информации. Но злые языки говорили, что, может быть, у Миллера такие хорошие результаты получились, потому что он работал со студентами Гарварда, со студентами MIT, со студентами Кембриджа, то есть с какими-то самыми крутыми и самыми прокаченными чуваками, которые только есть. А может быть, если взять нормальных людей с улицы, то у них объем кратковременной памяти будет и поменьше. Вот это обстоятельно стали проверять в 1997 году Лак и Вогель. У них один из ключевых экспериментов был связан с картиночками. Они показывают вам картиночку, например, вот такие цветные линии, а потом подменяют ее на другую похожую картиночку, и вы должны сказать, есть ли отличия, изменилось ли что-нибудь на этой картиночке или не изменилось. Люди вообще известны, что довольно плохо умеют запоминать такие отличия и находить такие отличия. Но тем не менее, если вы показываете им два объекта и просите обратить внимание на то, будут отличия или нет, то есть просите именно взять в рабочую память то, как устроены эти картиночки, то для двух объектов люди, конечно, более или менее всегда заметят, было отличие или нет. Если четыре объекта, то они заметят в большинстве случаев, ну там в 95% случаев, но уже не абсолютно не гарантировано. А вот дальше начинается резкое-резкое снижение. Если вы показали им шесть объектов одновременно, даже пускай довольно долго дали на них посмотреть, несколько секунд рассмотреть их внимательно, то уже там три четверти случаев успеха и так далее. Дальше это падает вниз еще быстрее. Чем больше объектов, тем сложнее что-то заметить. Поэтому Лак и Вогель сказали, что скорее объем рабочей памяти все-таки четыре элемента для нормального человека, чем семь. Но с другой стороны важно здесь и то, что эти элементы сами по себе могут быть довольно сложными и довольно комплексными. Вы можете показывать одноцветные кружочки или квадратики, вы можете показывать квадратики, у которых в середине что-нибудь цветное, вы можете показывать какие-то еще более сложные фигуры и запомнить более или менее сложную фигуру, вам будет примерно одинаково легко, как отдельную фигуру. Это легко понять на примере. Вот я говорю вам запомнить цифры 1, 9, 8, 4. И у вас есть два варианта того, как их запомнить. Вы можете либо запомнить четыре цифры, это забьет вам всю рабочую память. Когда после этого я прошу вас запомнить цифры 1, 9, 4, 1, то сможете ли вы воспроизвести первые. В общем, вы можете запутаться. Либо другой вариант, это прием, который в английском языке называется чанкинг, то есть крупировка в кучке, вы можете сначала запомнить дату 1984, а если вы человек умный, то вы даже запоминаете не дату как таковую, а вы запоминаете книжку Оррелла, которая к тому же эмоционально значима, которую к тому же легко вспомнить. А потом вы запоминаете дату 1941, которую, очевидно, легко запомнить вообще любому человеку. То есть вы либо запоминаете 8 разных цифр, и 8 разных цифр запомнить сложно, либо вы группируете их в кучке, и благодаря этому вы запоминаете 2 единицы информации вместо 8, и это получается у вас гораздо более эффективно. И вот в это упираются, в общем-то, все эксперименты, которые следуют вопрос о том, можно ли рабочую память натренировать. Можно ли сделать так, чтобы человек запоминал гораздо больше, чем 4, и гораздо больше, чем 7 единиц информации в своей рабочей памяти. В экспериментальной психологии, в принципе, обычно предпочитают работать с большим количеством людей, набирать большие группы для того, чтобы смотреть, как работает мозг в общем и целом у людей вообще, находить какие-то универсальные закономерности. Но проблема в том, что чем больше у вас испытуемых, тем более простые вещи вы должны с ними делать. Если у вас вы набрали 100 испытуемых и хотите при этом как-то долго над ними издеваться, то ваши 100 испытуемых разбегутся, у них у всех изменятся планы, у них у всех изменится настроение. 100 испытуемых легко позвать, если весь ваш эксперимент занимает 20 минут. Если вы хотите проводить эксперимент, который занимает полтора года, то, возможно, вам придется ограничиться одним испытуемым, и, возможно, испытуемым, с которым вы находитесь во властных отношениях, например, вы его научный руководитель, а он ваш студент. И вот был в истории такой студент СФ, он был студент-дипломник известного психолога экспериментального по фамилии Чейз, и поэтому ему было сложно отказаться, когда его научный руководитель предложил ему приходить от 3 до 5 раз в неделю, каждый раз на час в лабораторию в течение 20 месяцев, и ставить над собой опыты. Опыты были очень высокоинтеллектуальными. Вот я говорю вам последовательность цифр. 7, 8, 6, 5, 4, 3, 1. Можете ли я бы ее повторить? В том случае, если у вас получилось, я говорю вам другую последовательность цифр на одну цифру длиннее. В том случае, если у вас опять получилось, я говорю вам еще одну последовательность цифр еще на одну цифру длиннее. И так далее, и так далее. Если вы ошиблись, то следующая последовательность будет на одну цифру короче. И вот этим студент СЭП занимался 20 месяцев подряд, по 3-5 раз в неделю. И сначала его рабочая память была, ну как у любого нормального человека, он мог запомнить 5 единиц, 7, 10, но не больше. Но он ходил и ходил, тренировался и тренировался, и постепенно начался рост. Постепенно он стал воспроизводить успешно 20 единиц. Потом он стал воспроизводить 30 единиц. Потом 40, потом 50. То есть в течение каждой следующей недели у него все больше и больше получалось все успевать. Иногда как-то он замедлялся, потом как-то он опять успевал. И в итоге после 20 месяцев тренировок, чуть больше полутора лет получается, он смог запоминать 79 цифр. Довольно стабильно. То есть вы говорите ему 79 цифр, в режиме онлайн он повторяет все эти 79 цифр. Внимание, вопрос. Стало ли у студента СФ больше рабочая память? Самое поразительное, что вообще-то не очень. Потому что если вы, например, давали ему любые другие стимулы, просили его запоминать, например, буквы или слова, или цвета, то по-прежнему, как у любого нормального человека, у него был объем памяти 5, 6, 7, но не больше. А цифру он почему-то запоминал 89. Как так получилось? Вам, точнее не вам, а им, экспериментальным психологам, Чейзу Эриксену, повезло со студентом СФ, потому что он очень любил бегать. Это не только хорошо повлияло на его интеллектуальные способности, потому что спорт полезен для интеллектуальных способностей, так как способствует кровоснабжению мозга. Это, кроме того, привело к тому, что он любил бег не только как бегун, он еще любил бег как болельщик, и он помнил большое количество разных спортивных рекордов, прямо вот в цифрах. И поэтому, когда ему говорили, допустим, там 3, 9, 4, 1, то он не запоминал 4 цифры. 3, 9, 4, 1. А он запоминал, что, ага, это число, которое близко к рекорду бега на миле. Если он не мог подобрать никак никакого спортивного рекорда, то он придумал какие-то другие вещи, либо это могли быть даты, ну там, 1944, 1, 9, 4, 4, легко запомнить, близко к концу Второй мировой войны. Либо он использовал возраст. То есть ему говорили 8, 9, 3, он вспоминал 3 цифры, представляя себе вот этого человека, которому 89, 3 года и 3 месяца, 89 лет и 3 месяца, и представлял себе его. И вот первый его прорыв в скорости запоминания был связан просто с тем, что он подобрал для большого количества разных цифровых комбинаций вот такие вот запоминательные штуки. Это позволило ему группировать их очень быстро, очень эффективно в режиме онлайн, запоминать по одной единице информации, там, где должно быть 3, 4 или 5. Второй прорыв был связан с тем, что он научился группировать вот эти вот кучки еще в надгруппы. То есть он представлял себе человека 89 лет и 3 месяцев, который в конце Второй мировой войны пробежал и установил мировой рекорд бега на милю и воспринимал это как бы как одну единицу информации. И таких единиц информации удерживал в голове 3, 4. И это приводило к тому, что потом, когда ему нужно было воспроизводить цифры, он снова мог разворачивать их обратно, достигая таким образом такого большого куска. И это очень важная история про то, что если мы хотим в нашей рабочей памяти работать с информацией эффективно, если мы хотим в нашу рабочую память брать много информации, то это возможно тогда и только тогда, когда мы можем опереться на ту информацию, которая у нас уже в мозге есть, которая у нас уже прошита в благовременной памяти. Если у нас уже есть какой-то запас знаний, в котором мы находим связи, в котором мы находим ассоциации, то да, с новой информацией мы можем работать суперэффективно. Это показывают, проведенные тем же самым чейзом, старые классические, очень классные эксперименты про то, как люди запоминают шахматную доску. Еще до чейза было известно, что профессиональные шахматисты запоминают шахматную доску гораздо эффективнее, чем новички. Что если вы показываете на 5 секунд шахматную доску, на которой расставлены 22 фигуры, а потом просите человека воспроизвести так много фигур, как он только может, то тогда новичок воспроизводит примерно 4 фигуры, что, собственно, соответствует стандартному объему крестковременной памяти. Но если вы просите о том же самом профессионального игрока, то он, посмотрев на доску один раз, 5 секунд, воспроизводит, например, 16 фигур. И связано это с тем, что он не запоминает каждую фигуру по отдельности, он видит комбинации. Он видит, что вот, аха, ферзь бьет по таким-то и таким-то направлениям, в которых стоят тета и тета, защищают его тета и тета. И вообще он помнит много именно стандартных ситуаций, какая-нибудь там задача Иванова. Он помнит, что, аха, вот это выглядит почти как задача Иванова, только пешка стоит на b2, допустим. И от этого ему гораздо проще воспроизвести. Но вот на что обратил внимание Чейз. Если вы поставите фигуры не так, как они стоят в какой-то известной задаче или в какой-то известной партии существующей, если вы поставите фигуры без соблюдения шахматных правил, если вы поставите фигуры без всякой логики, совершенно случайным образом. Вот здесь, например, видите, два слона стоят на белых полях. Если вы такую доску предложите запоминать, то такую доску будет лучше запоминать кто? Совершенно верно. Такую доску будет лучше запоминать именно новичок, а профессионал от него отстанет, потому что у профессионала ему будет мучительно пытаться запоминать настолько нелогичные вещи, а новичку, в общем, более или менее все равно, что запоминать для него это не критично. Поэтому там получается так, что уже даже с первого взгляда, вот здесь, смотрите, здесь на этом рисунке, здесь красная линия – это мастера, профессиональные шахматисты, а синенькая линия – это новички. И вы видите, что в первой ситуации мастера запоминают гораздо лучше по вертикальной оси количества фигур, а по горизонтальной оси количества пятисекундных попыток посмотреть. А во втором случае, когда мы говорим, например, про пять пятисекундных попыток посмотреть, то мы видим, что за пять пятисекундных попыток новичок запомнил 17 фигур, а мастер все еще запомнил только 12, потому что он должен запоминать их, не имея возможности воспользоваться тем, как они должны вообще друг с другом стоять в каких-то отношениях. И скорее даже наоборот, по-видимому, знание об этом мешает ему, потому что сложно вытащить из своего мозга что-то, что кажется абсолютно противоестественным. Ну и такого рода экспериментов, в общем-то, целая куча про то, что правда мы запоминаем гораздо эффективнее те вещи, которые мы как-то с чем-то соотнесли из тех знаний, которые уже хранятся у нас в мозге, в долговременной памяти. Например, вот такой очень простой, красивый, элегантный эксперимент про глубину осмысления. Вам показывают список слов последовательно по одному слову и просят каждый раз ответить на какой-то вопрос про это слово. Но вопрос может быть разный. Вас могут спрашивать про семантику, про то, что это слово означает. Например, живое, неживое. Я говорю вам собака, шкаф, ворона, стол, автомобиль. Вы каждый раз нажимаете кнопку живое или неживое. Второй вариант. Вы должны подумать о том, как это слово звучит. Я, например, спрашиваю, у вас рифмуется ли оно со словом звезда. Даю вам список слов, и вы каждый раз думаете, рифмуется оно со словом звезда или нет. Третий вариант. Это когда вы должны просто ответить на вопрос о том, написано ли слово большими буквами или написано ли оно маленькими буквами. Нажать на кнопку в одном или в другом случае. После этого вам показывают новый список слов, в котором какие-то слова вы уже видели. Они уже были в предыдущем списке. И оценивается то, насколько вы узнаете те слова, которые вам попадались раньше. И, естественно, выясняется, что люди не могут вспомнить почти ни одного слова из тех, которые они видели. В том случае, если они просто отвечали на вопрос, написанное словом большими буквами или маленькими, но зато они отлично вспоминают слова, которые они видели, в том случае, если они думали о том, живое это или неживое, то есть как-то брали их себе в голову и в мозг. Ну и вообще, экспериментальная психология довольно забавная наукам. Она показывает, что мы не только лучше запоминаем те вещи, которые мы обдумали, но и кроме того, обдумывание может довольно сильно влиять на те воспоминания, которые у нас в голове уже есть. И дополнительное обдумывание довольно сильно может их исказить и переделать. Главный специалист по ложным воспоминаниям в психологии – это Елизабет Лофтус, которая заинтересовалась ими еще в 70-е годы в связи с проблемами судебной экспертизы, в связи с проблемами опроса свидетелей. У нее возникла мысль о том, что очевидцы могут вообще-то давать очень ненадежные показания и что на эти показания может влиять формировка опроса. И она провела вот такой красивый эксперимент. Вам показывают видео, в котором две машины пытаются разъехаться, но неудачно задевают друг друга крылом. После этого вам дают анкету, в которой вас спрашивают, с какой скоростью ехали машины. Есть одна группа испытуемых, которые спрашивают именно в этой формулировке, с какой скоростью ехали машины. И есть две другие группы, которых спрашивают немножко по-другому. Одну группу спрашивают, с какой скоростью ехали машины, когда они соприкоснулись. А другую спрашивают, с какой скоростью ехали машины, когда они врезались друг в друга. Выясняется, что если вас спрашивать о том, с какой скоростью ехали машины, когда они соприкоснулись, то вы приписываете им среднюю скорость около 9 миль в час. Если вас спрашивать, с какой скоростью машины ехали, когда они врезались, вы приписываете им среднюю скорость около 13 миль в час. Там бывали разные ролики, разные эксперименты. В этом конкретном машины ехали не быстро, но то ли 9 миль в час, то ли 13, все-таки разница какая-то есть. Само по себе это неудивительно, потому что понятно, что люди плохо справляются с оценкой расстояний, и понятно, что люди вынуждены как-то так или иначе полагаться на подсказки. Они воспринимают вот эту формулировку вопроса как подсказку, от этого завышают или занижают скорость. Ладно, это не проблема. Интересное другое. Через неделю людей приглашают в лабораторию еще раз, ролик им не показывают, про скорость машин больше не спрашивают, а просто говорят. Мы неделю назад показывали вам ролик, и вот сейчас мы анализируем, помните ли вы, как разбивалось стекло. На видеозаписи выясняется, что в той группе, которую спрашивали о том, как машины врезались, сейчас я уточню точную цифру, что-то около 15% помнят о том, как разбилось стекло. 16, да. В той группе, которую спрашивали, как машины врезались, 16% помнят, как разбилось стекло. В той группе, в которой машины соприкоснулись в формулировке вопроса, который я смотрела тот же самый ролик, только 7% людей помнят, как в машине разбилось стекло. На самом деле, конечно, никакое стекло не разбивалось. И Елизавета Лофтус провела кучу таких экспериментов такого рода. Один из самых знаменитых – это эксперимент про Тарковый центр. Про то, как с помощью старших родственников со студентами делали вот какую штуку, говорили им, что исследуют их детские воспоминания, и для каждого студента делали буклет, в котором описаны 4 случая из его жизни в промежутке между 4 и 6 годами. Три случая в помощи родственников возросли на какие-то настоящие. То есть, спросили родственников, что с вами происходило, написали вам в буклете. Например, в 4 года вы вышли погулять во двор, вас облезала большая собака, вы испугались и заплакали. С вами такое, допустим, было на самом деле, и у вас написано в буклете. А последняя, четвертая ситуация была для всех испытуемых одинаковая. Она была о том, как вы пошли с мамой в Тарковый центр, мама дала вам денег на мороженое, вы пошли покупать мороженое, но потерялись, заплакали, вас нашла женщина, отвела обратно к маме, все закончилось хорошо. При этом пожилых родственников расспрашивали, что эти дети точно никогда не терялись в Тарковом центре, что с ними такой истории точно не было. Потом дальше людей просили прочитать буклет про их детские события, оценить, насколько вероятно все то, что с ними происходило на самом деле. Ну, в общем, действительно, люди помнили историю про Тарковый центр похуже, чем остальные три истории. Но интересного здесь нет, а интересного здесь то, что их спрашивали три раза подряд с промежутками в неделю. И каждый раз просили оценить, насколько четко они помнят эту историю. Они помнили ее сначала только на 2 балла по 10-балльной шкале по степени четкости, потом уже на 4 балла по 10-балльной шкале по степени четкости. И главное, они начинают добавлять подробности. Они говорили, да, вот я помню, что мороженое, которое я хотела купить, было черничное, а тетя, которая меня нашла, была толстая, а мой брат сказал, что она милая. И потом, когда их спрашивали в конце эксперимента, когда им говорили, что вот мы поцелунули вам одно фальшивое воспоминание, как вы думаете, какое? Большинство людей все-таки говорили, что, наверное, воспоминание про Тарковый центр, потому что я помню его наименее четко. Но все-таки это так странно, потому что так-то я помню эту ситуацию, так-то я помню это событие. И ну как же так, как же так, я был так уверен. Сложно им было в это поверить. Третий знаменитый эксперимент Елизавета Лофтаса и ее коллег, это исследование автобиографической рекламы. Автобиографическая реклама – это реклама, которая пытается сделать апелляцию к вашим детским воспоминаниям, чтобы вы вспомнили, как вы были в детстве довольны и счастливы, когда ходили в Диснейленд, вы хотели снова испытать это чувство, взяли своего ребенка, отвели его в Диснейленд. И людям давали рекламу, в которой было написано, помните, как вы ходили в детстве в Диснейленд и пожимали руку кролику Баксу Банни. А контрольные группы говорили, помните, как вы ходили в Диснейленд и пожимали руку русалочки Ариэль. Они понимали, что это не они ходили, они понимали, что это рекламный материал. Тем не менее, когда через две недели их звали в лабораторию и просили оценить, помнят ли они, как они ходили в Диснейленд и пожимали руку кролику Баксу Банни, то в той группе, которая читала про Баксу Банни, в два раза больше процентов, в два раза больше людей считали, что они правда пожимали руку кролику Баксу Банни. Вы понимаете, да, почему это невозможно? Потому что кролик Баксбанни Он вообще не диснеевский персонаж Его не может быть в Диснейленде в принципе Он из другой телекомпании По-моему, из сборных Бразерс Но тем не менее, если вы читали рекламу о том, как Диснейленде Вам пожимал руку кролик Баксбанни То в 16 примерно процентах случаев Опять вы будете помнить, что вам пожимал руку кролик Баксбанни Если вы читали, как вам пожимала руку Ариэль То вы будете в 7 только процентах случаев Помнить, что вам пожимал руку Что вам пожимал руку кролик Баксбанни Если вам до этого Вы про него ничего не говорили Интересно, впрочем, что у тех людей У них и русалочка Ариэль не могла им пожимать руку В связи с тем, что Они были взрослые, а русалочка Ариэль Появилась только в 89-м году Они ходили до того, как Выпустили про нее первый мультик Вы, кстати, знаете, что есть вторая серия про русалочку Ариэль? Там у нее дочка рождается Какие-то приключения Не спрашивайте, я не знаю Я биолог, но не настолько, чтобы Представить себе это Смотрите Почему я столько времени вам рассказываю Про всю вот эту экспериментальную психологию Про все вот это деление на Долговременную и кратковременную память Я это делаю потому, что Это шикарный мостик к нейробиологии Что вот это разделение на кратковременную И долговременную память, оно одинаково Хорошо работает в экспериментальной психологии Наблюдаемо там И одновременно его отлично можно объяснить С точки зрения нейробиологии Нейробиология говорит нам что когда мы выполняем какое-то задание, когда мы думаем о какой-то информации, существуют какие-то конкретные нейроны, которые в этом задействованы. И что между этими нейронами проходят электрические сигналы. И что когда мы что-то взяли в кратковременную память, то на некоторое время эти сигналы начинают проходить лучше. Вырастает проводимость синапсов, мозгу становится физически легче отправить синапс. Прошу прощения, я заговариваюсь. Это потому, что я имела неосторожность просить курить некоторое время назад. Мозгу физически легче отправить электрический импульс в правильном направлении, чем в неправильном направлении. Когда мы говорим про долговременную память, то мы говорим о том, что через те самые нейроны, через тот самый нейронный ансамбль, долгое время крутилась какая-то активность электрическая, долгое время проходили какие-то синапсы, господи, долгое время проходили какие-то импульсы. И в связи с этим там началось физическое изменение. Эти нейроны физически стали выращивать друг с другом более прочные контакты или большее количество контактов. Каким образом, спросите вы, до этого вообще можно докопаться? Вот у нас есть, например, человек. У человека 86 миллиардов нейронов. Мы предполагаем, что у человека память связана с гиппокампом в первую очередь. В гиппокампе очень много очень маленьких нейронов. Гиппокамп расположен очень глубоко. Но как, черт возьми, мы можем найти нужные нейроны и посмотреть, укрепились ли между ними связи? Это действительно была большая проблема. И в середине 20 века было вообще непонятно, как к ней подступиться. Нужно было какое-нибудь экспериментальное животное. И был такой генетик Чип Куин, он говорил вот что. Что идеальное животное для исследования, биологии и обучения должно. Во-первых, иметь не более трех генов. Во-вторых, уметь играть на виолончели. Или хотя бы читать стихи на древнегреческом. И в-третьих, обучаться этому с помощью нервной системы, содержащей только 10 больших, по-разному окрашенных и потому легко опознаваемых нейронов. Это высказывание Чипа Куина цитирует в своей научно-популярной книжке Эрик Кандель. Эрик Кандель – это человек, который в 2000 году получил Нобелевскую премию за исследование памяти. И он говорит, что его любимое животное, аплизия, удивительно хорошо соответствует этому описанию. Эрик Кандель получил Нобелевскую премию за исследование памяти, за редукционизм. За то, что пока все надеялись понять, как работает память у каких-нибудь там млекопитающих, Кандель сказал, да ну вас к черту, я буду работать с улиточкой. Улиточки – это очень хорошо. У улиточек мало нейронов, ну как относительно мало, у аплизии их примерно 20 тысяч. А у нас с вами 86 миллиардов. Есть разница. И главное, что очень многие из этих нейронов одинаковые у разных улиточек. То есть вот прямо есть гены, в которых закодирован какой-то конкретный нейрон, который у всех улиточек этого вида находится в одном и том же месте, выполняет одну и ту же функцию. Прямо в генах прописано, где он будет находиться, что он будет делать, с чем он будет связан. Можно у разных улиточек находить один и тот же нейрон, плюс они довольно крупные. Достаточно крупные, чтобы вы могли прямо вот взять и ввести в них микроэлектрод и смотреть на электрическую активность этого конкретного нейрона. И при всем при этом у аплизии бывает довольно сложное поведение. У аплизии бывает вот, например, рефлекс втягивания жабр. И этот рефлекс втягивания жабр, он, во-первых, врожденный. То есть когда вы аплизию обижаете, она втягивает жабры, чтобы они не повредились. Он, с одной стороны, врожденный, а с другой стороны, его можно модифицировать, например, посильнее напугав аплизию, послабее напугав аплизию. И силой его будет изменяться. Интенсивность втягивания это все можно измерять. И за это отвечают конкретные нейроны, одинаковые у разных аплизий. И самое интересное свойство аплизии в том, что в ее случае вообще непонятно, где кончается целая улиточка и начинается культура клеток. Потому что вы можете делать вот это обучение с целым животным, которое у вас на свободе ползает, ест водоросли, травку щиплет. Либо вы можете это животное вскрыть, оставив его живым, ввести ему электроды в нужные нервные центры и продолжать обучать его тому же самому, смотреть на активность этих нервных центров. Животное все еще целое, животное все еще проявляет цельное поведение. Дальше вы можете сделать себе полуразобранную улиточку, аплизию. Вы можете взять себе от нее кусочек кожи, кожи сифона, которая обычно чувствует прикосновения и запускает эффект втягивания жабр. При взятии нервное волокно, которое от него идет, взять нервный ганглик, к которому это нервное волокно приходит. Дальше от него же идет отросток мышцы. Вы можете даже мышцу отрезать. Вы можете просто мерить активность того отростка, который к мышце должен идти. И там вы можете по-прежнему учить аплизию тому же самому усилению или ослаблению эффектов тягивания жабр. Дальше вы можете вырастить отдельные нейроны аплизии в пробирке и делать с ними опять то же самое. И вот это позволяет взять обучение, взять модификацию цельного поведения цельной улиточки, понять, какие конкретно нейроны за него отвечают и смотреть, что с этими нейронами происходит, что происходит с проводимостью синапсов между ними на дальнейшем уровне погружения. Это система из четырех нейронов, за которую Эрику Канделю дали совершенно заслуженную Нобелевку. Это Аплизия, морской заяц, улиточка. И это книжка Эрика Канделя в поисках памяти, в которой все это описано очень подробно. Основная идея вот в чем. Вот у вас есть улиточка. У улиточки есть сифон. Это такая трубка, с помощью которой улиточка обменивается жидкостью со внешней средой и с мантийной полостью. В сифоне есть чувствительное нервное окончание. Это чувствительное нервное окончание передает сигнал к сенсорному нейрону, который должен почувствовать прикосновение. Этот сенсорный нейрон, в свою очередь, связан с моторным нейроном, который активирует мышцу. И от этого моторного нейрона идет сигнал к мышцам жабр, идет от хвосток к жабрам. И, соответственно, в простейшем френте, вы уследили за мыслью, это система из двух нейронов. Все как в школьном учебнике, какой-нибудь рефлекс движения коленки. У вас есть сначала чувствительный нейрон, который почувствовал прикосновение к улиточке, к сипону ее. Потом он передал сигнал на мышцу, не схазал, а через моторный нейрон. Передал сигнал на моторный нейрон, моторный нейрон передал сигнал на мышцу. Система из двух нейронов. Все. Эту систему из двух нейронов саму по себе в случае улиточки как-то принципиально модифицировать не получается, а модифицируется она с помощью еще двух нейронов. Еще двух нейронов, которые собирают информацию от хвостика. Если вы начинаете бить улиточку только в хвостик, улиточка начинает нервничать. С точки зрения нейронов, это проявляется в том, что каждый раз, когда вы бьете ее током в хвостик, у нее из вот этого промежуточного, у меня плохо с теорией разума, я начала показывать у себя на картинке, видимо, себе самой, что где-то происходит. Вот там, видите, от хвоста идут вставочные нейроны, интернейроны, и каждый раз, когда вы их активируете, когда улиточку ударили током в хвостик, они выбрасывают немножко серотонина. И когда они выбрасывают немножко серотонина на вот это место контакта между чувствительным и маторным нейроном, это место контакта начинает немножко лучше проводить сигналы. Это означает, что теперь в течение короткого времени более слабого прикосновения к сифону будет уже достаточно для того, чтобы улиточка втянула жабры. Если вы делаете так много раз, то у вас много раз от вот этого хвоста приходит серотониновый сигнал, много раз он влияет на место контакта между чувствительным и маторным нейроном. И когда это происходит много раз, то там происходят анатомические изменения. Этот контакт становится прочнее. У вас может вырасти еще один синапс между теми же самыми нейронами. На самом деле, когда я говорю один в целях картинки, имеется в виду, что была тысяча, а выросло еще пятьсот. Но у вас, правда, начинаются анатомические изменения, и тогда у вас происходит долговременная память. То есть тогда улиточка у вас уже несколько часов помнит, что здесь опасно, что здесь нужно втягивать жабры чуть что, в том случае, если вы стукнули ее только несколько раз. То есть вы можете одно и то же поведение одновременно наблюдать на целой большой улиточке. Если вы напугали ее чуть-чуть, она оказывается насторожена немножко. Если вы напугали ее много раз, она оказывается насторожена долго. И одновременно вы можете вставить электроды в конкретные нейроны, посмотреть, что у них меняется с проводимостью. И вы можете воздействовать на эту систему разными веществами. То есть вы можете вообще отрезать к черту весь этот хвост улиточки со всеми этими вставочными нейронами, а вы можете просто капать на это место контакта с серотонином и с пипеткой. И вы видите, что происходят одни и те же эффекты. И в том случае, когда вы улиточку живую целую бьете током в хвостик, и когда вы разрубранную улиточку током не бьете, а, например, как-то стимулируете ей один конкретный нейрон, от которого должен приходить сигнал, и когда вы капаетесь с серотонином и с пипеткой, здесь принципиально то, что вы можете один и тот же процесс наблюдать на очень разных уровнях организации и таким образом выстраивать вот эту линию от больших событий, которые происходят с улиточкой как целым, к маленьким событиям, которые происходят на уровне нейронов. Что касается млекопитающих. Принципиально у млекопитающих все то же самое. Принципиально все наши молекулы и все наши процессы обучения очень похожи. Есть некоторые детали, связанные, например, с тем, что вот у улиточки, для улиточки характерно то, что называется гетеросинаптическая пластичность, для нее характерно то, чтобы в процессе обучения участвовало много нейронов, прямо сразу целых три. Что мало того, что вы передаете сигнал сенсорного к моторному, вам, кроме того, нужен еще и вот этот вставочный, который поливает вот этим дополнительным серотонином. У нас, у людей, конечно, тоже такие механизмы есть, конечно, тоже играют большую роль. И у улиточки есть те, которые есть у нас. Но у нас немножко лучше развита возможность усиливать место контакта между двумя нейронами без привлечения какого-то третьего нейрона. У нас круче, развиты, лучше представлены молекулярные механизмы, которые позволяют нам проводить, когда мы проводим сигнал между одним нейроном и другим сигналом, усиливать это. То есть вот у нас есть какой-то один нейрон, вот у нас есть какой-то второй нейрон. Это синапс места их контакта. Вот здесь пришло электрическое возбуждение. Электрическое возбуждение привело к выбросу нейромедиаторов. Это химические вещества, которые передают сигнал от одного нейрона к другому. Здесь они подействовали на какой-то рецептор. Что происходит в норме? В норме происходит вот что. У нас пришел сигнал электрический, выделились молекулы, молекулы подействовали на рецептор на следующем нейроне, а рецепторы это чаще всего каналы. Они чаще всего открываются, начинают запускать внутрь какие-нибудь ионы, ионы натрия, например. От этого здесь тоже меняется электрический потенциал на мембране, и от этого сигнал пошел дальше. Это то, как происходит любое нормальное проведение любого нервного импульса. Мы здесь пока не говорим про обучение. Для того, чтобы здесь происходило еще и обучение, здесь нужна еще одна молекулярная штука. У вас пришел сигнал от первого нейрона, сигнал привел к выделению нейромедиаторов, нейромедиаторы выделились, и нейромедиаторы попытались подействовать на рецептор. Но у них это не получилось. Они пытаются действовать на рецептор, а рецептор не работает. Потому что в рецепторе, в этом есть ионный канал тот самый, который заткнут. Сейчас я вам нарисую покрупнее. Вот это вот постсинаптическая мембрана, то есть краешек второго, начала второго нейрона. Вот здесь есть какой-то рецептор. Рецептор этот я рисую двумя вот такими штуками, потому что посередине между ними канал. В нормальной ситуации этот канал должен был бы открыться, должен был бы начать пропускать ионы, для того, чтобы породился второй нервный импульс, который пойдет дальше. Но в случае с особенным рецептором, связанным с обучением, который называется NMDA, N-метил-Д-аспартат, в нормальной ситуации этого не происходит. В нормальной ситуации здесь вот этот канал замкнут ионом магния. Этот ион магния стоит и ничего не пропускает. Поэтому даже когда сюда пришли уже сигнальные молекулы, вот сигнальные молекулы пришли и связались из прошлого нейрона, даже когда сигнальные молекулы уже пришли, все равно ничего не запускается. В данном случае рецептор может активироваться тогда и только тогда, когда соблюдены два условия. Первое условие, это собственно, чтобы пришли неремедиаторы, чтобы пришел сигнал от предыдущего нейрона. А второе условие, это чтобы вот этот вот второй нейрон одновременно был активен тоже по каким-то другим своим собственным личным причинам. Потому что на него пришли еще какие-то сигналы откуда-то от третьего, от четвертого нейрона. Потому что на него от этого первого нейрона пришло уже так много сигналов, что у него уже произошла деполяризация мембраны, что он уже возбужден. Я понимаю, что я вас напугала. Я прошу прощения. Важно здесь вот что. У нас есть молекула. Специальная, совершенно конкретная молекула, которая называется NMDA-рецептор, которая служит детектором совпадений, которая начинает работать тогда и только тогда, когда два контактирующих нейрона стали активны одновременно. Если активен только один из них, то эта молекула не работает. А в том случае, когда она начинает работать, она приводит к тому, что внутренний нейрон проходит кальций. Этот кальций выступает как сигнальная молекула, которая запускает целую кучу молекулярных штук, целую кучу молекулярных каскадов, которые вот здесь нарисованы, и которые все приводят к тому, что в конечном счете у вас накапливается достаточное количество белка протеинки НАЗА-А, которые действуют на ядро, которое в ядре клетки приводит к тому, чтобы начали вчитываться гены. И это все приводит к тому, что вот этот ваш нейрон начинает выращивать себе еще синапсы. Вот он взял и нарастил себе еще один синапс туда же к первому нейрону, для того, чтобы сделать связь с ним более прочной. Это очень круто, на самом деле, правда. Потому что если вы задумаетесь над этим, то вы поймете, что наш мозг конструктивно устроен таким образом, чтобы заниматься детектированием совпадений. У нас и у Литочки, и у всех есть в мозге молекулы для того, чтобы усиливать связи между теми нейронными контурами, которые были активны одновременно. Вы, например, влюблены. Вы пришли в кафе с возлюбленным. Там играет песенка. Какая сейчас новая модная песенка какая-нибудь. Ну, пускай и монеточка там играет. Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Играет там эта песенка. А у вас одновременно активный нейронный контур, который отвечает за распознавание вашего возлюбленного, потому что он всегда у вас активен. И одновременно у вас активен нейронный контур, который отвечает за распознавание монеточки. И после этого у вас может между ними сформироваться ассоциациям. У вас здесь пришли нейромедиаторы про возлюбленного, здесь была мембрана активна, потому что вы услышали песенку Монеточки. А где-то в мозге, между сетью, которая отвечает за возлюбленного, и сетью, которая отвечает за Монеточку, есть контакт. Потому что где-то в мозге между всем и всем есть контакт. У нас по 10 тысяч синопсов от каждого нейрона растёт. И этот контакт укрепился. И теперь, когда вы будете слушать песню Монеточки, у вас будет вызываться в воображении образ вашего возлюбленного, а может быть и наоборот, тут уж как повезет, а может быть и туда, и туда. И это все не пустые спекуляции, это все не что-то отдаленное от жизни. У нас действительно есть довольно много доказательств, довольно много данных о том, что правда, когда мы чему-то учимся, у нас начинают расти новые синапсы в тех областях, которые задействованы в этом обучении, и этих новых синапсов может вырасти настолько много, что это прямо даже становится видно на томограмме. Мы знаем, но самое известное исследование про это, это про лондонских таксистов. Про то, что в Лондоне сложно стать таксистом, там, вот если вы хотите стать лицензированным водителем вот этого черного кэба, которым Шерлок ездил в сериале, который Камберпетч, то вы тогда должны сдать экзамен, на котором вы должны будете помнить 25 тысяч лондонских улиц, не пользуясь GPS. И люди специально готовятся к этому экзамену, чтобы стать лицензированными таксистами, водителями кэбов. Они прямо реально несколько месяцев специально учат карту Лондона. И известно, что если взять людей, которые собираются становиться таксистами, и сделать им томограмму, а потом через 18 месяцев взять тех людей, которые собирались таксистами и стали таксистами, и сделать им еще одну томограмму, и сравнить их с теми, кто собирался стать таксистом и передумал, а также с теми, кто с самого начала не собирался стать таксистом и не стал таксистом, то окажется, что у тех, кто успешно добился своей цели, у них практически на треть увеличился объем плотности серого вещества в задней трети гиппокампа. Гиппокамп, он связан с памятью и с пространственным мышлением, с формированием внутренней карты пространства. Вы учили карту, у вас развилась та часть мозга, которая связана с тем, чтобы ориентироваться по картам. Логично, логично. Если взять людей и заставить их учить иностранный язык, то у них становится толще кора на примере нижней лобной извинения, которая вообще связана с способностью воспроизводить членораздельную речь. Здесь забавно, потому что обычно первичную информацию об этом накапливают в корреляционных исследованиях. То есть обычно вы берете людей, которые уже знают иностранный язык, и сравниваете их с людьми, которые не знают иностранный язык, и действительно видите, что у тех, кто знает иностранный язык, у них обычно толще кора в нижней лобной извинениях и некоторых других областях мозга, связанных с обработкой речи. Но вы не знаете почему. В таких исследованиях всегда проблема с причиной и следствием. Может быть, люди выучили иностранный язык, от этого у них стала толще кора. Может быть, у них от природы была толще кора, от этого им легче далось выучить иностранный язык. Может быть, они ели в детстве черешню, от этого у них и кора стала толще, и язык иностранный выучился. Мы не знаем, пока не проверим А мы можем проверить, только если возьмем Сделаем эксперимент, то есть возьмем людей Которые не учили раньше иностранный язык Заставим их учить иностранный язык Посмотрим, стала ли у них толще кора Сравним их с контрольной группой, которая учила Что-нибудь другое, у которой кора стала толще В каких-то других областях Вот я нашла одну такую работу про иностранные языки В 2012 году про шведских шпионов Про то, как люди пошли Работать в шведскую контрактную армию И там их заставили становиться шпионами Но стали учить готовить на шпионов И стали учить иностранным языкам Вероятных противников, персидскому, арабскому И русскому И когда научили, то да, действительно у них Стало толще кора в трех отделах мозга И плюс еще и в гиппокамте А контрольной группой были студенты-нейробиологи У нас тоже жизнь довольно тяжелая Но не настолько, чтобы Это было заметно по этим отделам коры Вот Еще одно знаменитое исследование про то, как людей Это, кстати, самое первое исходное исследование Это первое, где вообще это показали Что если людей учить джонглировать То у людей утолщается кора в тех местах Которые связаны с координацией моторно-зрительной Это исследование, оно приятно тем Что у него было дальше продолжение В котором мы работали не с 20-летними Испытуемыми, а с 60-летними И показали, что и у 60-летних людей тоже Увеличивается толщина коры В тех местах, которые связаны с координацией С джонглированием В том случае, если они занимаются джонглированием И кроме того, что у 60-летних еще и увеличился объем Прилежащего ядра А эта зона мозга связана с удовольствием Что, видимо, если вы пожилой человек То если вы молодой, то у вас и так много радостей И если вы учитесь джонглировать Это особо не влияет на вашу радость в жизни А если вы пожилой, то вам уже скучно И вам надо хотя бы учиться джонглировать Это будет еще и увеличивать возможности вашего мозга К тому, чтобы радоваться Но в чем здесь проблема? В таких вещах мы можем более или менее на макроуровне Посмотреть, что какая-то зона мозга стала толще, больше, объемнее Потому что там наросло много новых синапсов Настолько много, что это видно на томограмме Основная проблема в том, что очень сложно найти Какие конкретные нейроны отвечают за какой конкретный навык То есть, в общем и целом, мы знаем, что мозг материален Мы знаем, что для всего, что мы делаем Существуют какие-то конкретные нейроны Но как найти эти конкретные нейроны Вовлеченные в выполнение этого конкретного задания Среди 86 миллиардов нейронов, которые у нас есть? Это сложно Иногда людям просто очень везет Случайно Например, бывает, что людям показана операция Нейрохирургическая Для либо удаления опухоли, либо для удаления эпилептического очага И такую операцию в 21 веке, если делают То делают очень аккуратно Человеку сначала вживляют электроды в какой-то участок мозга Где предстоит операционное вмешательство И несколько дней наблюдают Например, за тем, какие нейроны правда вовлечены В генерацию эпилептического припарка Для того, чтобы вырезать маленький кусочек, который нужно вырезать И не лезть в те кусочки, которые не нужно вырезать И когда они это делали Когда они готовили Набрали группу пациентов Которых готовили к операциям на гиппокамбе И, соответственно, заранее вживили им электроды в гиппокамб Зону мозга, сильно связанную с памятью И сказали А давайте мы с вами некоторое время поделаем эксперименты Поведенческие тесты Будем вам разные картинки показывать Испытуемые, конечно, согласились Потому что лучше не спорить с теми Кто через три дня будет делать вам операцию на мозге Им стали показывать разные картинки И было несколько случаев, когда совершенно случайно Исследователям так повезло Что они совершенно случайно догадались вживить электрод Совершенно случайно вживили электрод В какой-то нейрон А потом совершенно случайно догадались показать такую картинку Демонстрация которой связана с активностью именно этого нейрона У одного из потомого, например, совершенно случайно вживили электрод В нейрон Дженнифер Ренистон Дженнифер Энистон такая актриса Она играла, например, в сериале «Друзья» Рейчел И она Хороша, мы ее нежно любим Я много про нее стала читать С тех пор прочитала эту статью Я узнала, что она child-free, что она бросила курить В общем, наш человек совершенно Но среди всего прочего Она больше всего известна В среде нейробиологов, врачей и так далее Именно как человек, связанный с нейронами Дженнифер Энистон Это первая ассоциация, которая у нормального человека возникает Когда вы говорите им о Дженнифер Энистон Нейроны Дженнифер Энистон Что происходит? Совершенно случайно электрод попал в клетку Которая увеличивает свою активность Увеличивает частоту импульсации Отправление нервных импульсов Каждый раз, когда вы показываете фотографию Дженнифер Энистон Когда вы показываете другую фотографию Дженнифер Энистон Когда вы показываете третью фотографию Дженнифер Энистон в разных видах, с разными прическами, в разной одежде, просто в этом нейроне интегрируется информация об образе Дженнифер Энистон. При этом он не повышает свою активность, когда вы показываете других звезд, когда вы показываете вообще любые другие картинки, там пауков, эйфелевы башни, что угодно. К ним всем этот нейрон равнодушен. И кроме того, он не повышает свою активность, когда вы показываете Дженнифер Энистон вместе с Трэдом Питом. Это был ее то ли байфренд, то ли муж. В этой ситуации, видимо, есть какие-то другие нейроны, которые должны отвечать за это. У другого человека удалось найти нейроны Холли Берри. Это тоже актриса, которая играла женщину-кошку. Они активировались, когда ему показывали разные фотографии Холли Берри в костюме женщины-кошки, без костюма женщины-кошки. Когда ему показывали портрет Холли Берри, нарисованный карандашом, когда ему показывали даже просто надпись Холли Берри, но не активировались на других женщин в костюмах кошек и на других кошек. То есть нейроны есть, найти их в большинстве случаев совершенно невозможно. Все вот эти истории про то, что мы будем перезаписывать воспоминания, там много всего интересного можно делать на крысах генно-модифицированных, когда вы прямо заранее при создании крысы делаете так, чтобы у нее были вживлены нужные рецепторы в нужные места. На людях, тем более не генно-модифицированных, пока что главная проблема, как найти те конкретные нейроны, на которые мы можем последствия. В некоторых случаях, тем не менее, мы можем найти какие-то конкретные нейроны, какую-то большую группу нейронов в связи с тем, что мы знаем, на каком языке они разговаривают по сравнению с другими разными группами нейронов. Вот мы говорили с вами, что одна клетка нервная передает другой нервной клетке сигнал с помощью молекулок, которые называются нейромедиаторы. Вот сигнал пришел по одной клетке, вот здесь такие приписаны заранее пузырьки с вот этими нейромедиаторами. Это такие молекулы, которые должны будут выделиться, отдать сигнал, чтобы сигнал подействовал на рецепторы следующего нейрона, и все пошло дальше. Так вот, дело в том, что эти нейромедиаторы, у нас их в мозге десятки разных, и бывают клетки, которые работают на дофамине, общаются на дофамине, бывают, которые работают на глутамате, бывают, которые работают на гамма-аминомасляной кислоте, бывают, которые на серотонине, бывают, которые на эндорфинах, бывают, которые на норадреналине и так далее. И бывает такое, что в каком-то участке мозга мы знаем, что вот прямо много рецепторов к, например, норадреналину И нейроны склонны общаться именно с помощью норадреналина А, например, в других отделах мозга таких нейронов мало, которые бы с помощью норадреналина передавали сигналы Это означает, что мы можем взять лекарственное вещество, которое блокирует рецепторы к норадреналину Ввести его в человека, и тогда оно выборочно нарушит работу именно тех нейронов, которые общаются на вот этом языке При этом не тронят другие нейроны, которые работают на другом языке, общаются на другом языке У нас есть большая группа лекарственных веществ, которые действуют на бета-адреналиновые рецепторы Они есть, собственно, в целях сердечных, потому что рецепторы к норадреналину есть в сердце И их бывает нужно заблокировать для того, чтобы, например, замедлить сердечную деятельность Но, как выяснилось, некоторые из этих лекарств могут еще и проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг И воздействовать там на рецепторы к норадреналину, которые находятся в мозге И которых, в частности, много в амигдале, а наше медалевидное тело – это центр, связанный с эмоциями Особенно с негативными эмоциями, особенно со страхом То есть у нас есть вещества, дав которые человеку, мы можем временно нарушить ему работу центра страха в его головном мозге Понятно, что я упрощаю И для чего это можно использовать? Мы это можем использовать для того, чтобы нарушить у него обновление воспоминания о чем-то страшном Вы помните про эксперименты Елизабет Лофтус по насаждению фальшивых воспоминаний? Мы знаем, что воспоминание может измениться каждый раз, когда мы к нему обращаемся Каждый раз мы его немножко пересматриваем, каждый раз мы его немножко модифицируем Вот что, например, происходит с человеком, который боится паучков Каждый раз, когда он видит паучка, у него снова активируются вот эти нейронные контуры в голове Которые связаны со страхом перед паучками Он все лучше и лучше запоминает, что он боится паучков Что будет, если мы одновременно дадим человеку паучка И дадим ему лекарство под названием пропронолол Которое блокирует передачу нервных импульсов с помощью норадреналина Будет очень интересная вещь В процессе человек будет бояться паучка Но дальше ему понадобится как-то уложить в голове новый опыт И в этот момент окажется, что его норадреналиновые рецепторы не очень хорошо работают И дальше на следующий день происходит очень интересная вещь У вас человек приходит в лабораторию, вы ему сначала даете анкету В этой анкете он пишет, что он боится паучков Свой страх перед паучками в 10-бальной шкале я оцениваю на 9 баллов Я правда боюсь паучков, я помню про себя, что я такой человек, который боится паучков А дальше вы даете ему поведенческий тест В этом поведенческом тесте он должен выполнить серию заданий по взаимодействию с паучком Сначала посмотреть на паучка, который сидит в закрытой стеклянной банке Потом открыть банку, потом потрогать паучка карандашом Потом вывалить паука из банки в подносик, на подносике потолкать его пальцем Потом взять его в руки В общем, серия заданий с последовательным увеличением страха И вот если вы тестировали этих людей до того, как они пришли к вам в лабораторию И съели вашу таблетку То вы видите, что в среднем они доходят до четвертой стадии в этом тесте Четвертая стадия, это, сейчас скажу точно Это подержать в руках открытую банку, в которой сидит на дне паучок Чаще всего используются дети-птицееды То есть птицеед, но маленький детеныш И они отказываются двигаться дальше То есть отказываются, например, карандаш в банку засовывать и так далее Дальше у вас появляются три группы испытуемых Одна группа испытуемых, которым вы дали таблетку Но в этот момент не стали показывать паука Просто дали таблетку И, соответственно, у них не было никакой специфической активации В этот момент нейронных контуров, связанных с пауками Другая группа испытуемых, которым вы показали паука Но дали плацебо Дали таблетку без действующего вещества И третья группа, это которым вы дали одновременно посмотреть на паука И дали одновременно съесть таблетку, блокирующую нородреналиновые рецепторы И вы видите, что со следующего же дня И дальше еще в течение целого года Дальше просто не успели проверить У вас эти люди внезапно в поведенческом тесте Начинают идти гораздо дальше Они соглашаются поводить паука с помощью карандашика Они соглашаются вынуть паука из банки на широкий поднос Они соглашаются на этом подносе подталкивать паука пальцем Они соглашаются взять паука в ладонь И их самих это страшно удивляет То есть вы им описываете неторопливо каждую следующую стадию Они прислушиваются к себе И они говорят Вообще-то я помню, что я такой человек, который пауков боится Но вот сейчас почему-то это не вызывает у меня внутреннего протеста Наверное, так вообще-то я паучков боюсь Но вот этот ваш какой-то очень миленький Ну а чего бы ему не быть миленьким Если вы ожидаете, что ваш центр страха будет вопить сиреной Опасность, опасность, паук, паук А вы его в прошлый раз сломали И он почему-то больше не вопит И вот в последние три года в когнитивно-поведенческой психотерапии Которая самая научная разновидность психотерапии В ней как раз очень много изучаются Вот эти вот технологии Связанные с лечением фобий С лечением посттравматического стрессового расстройства И так далее Именно за счет таких таблеток Потому что, видите, в принципе, конечно Можно просто нарушить человеку синтез белка Сразу после того, как его что-то напугало И предотвратить таким образом формирование Друговременной памяти Человека, например, изнасиловали Вы сразу после этого даете ему таблетку Он не запоминает, что произошло вообще Но такие вещи этически неприемлемы Во-первых, сами таблетки токсичны Мышкам давать можно, людям давать не надо Вредно Будут плохие последствия для здоровья Во-вторых, еще большая проблема в том Что вряд ли удастся добиться полного-полного блокирования запоминания А скорее всего, вы будете помнить какие-то обрывки, фрагменты И будет еще гораздо хуже Потому что вы не очень будете понимать, что произошло А здесь с этим методом важно то Что сознательная память у вас никуда не девается Вы не только амигдалы И вы многими другими отделами мозга Помните, что с вами происходило Помните, что вас обижал паучок Но при этом у вас сильно приглушается Именно эмоциональный отклик на это событие Вы сильно прикручиваете рукоятку громкости На которой амигдалы вяжут Что это было очень-очень страшно И вы помните дальше, что у вас была какая-то травма и стресс Но вас это гораздо меньше беспокоит Вы от этого не трясетесь Вам от этого не страшно засыпать по ночам И это прям очень крутой прорыв Что я имею сказать Теперь, когда мы многое знаем О том, как работает память и обучение С точки зрения экспериментальной психологии С точки зрения нейробиологии Нам становится многое понятно О том, как в принципе имеет смысл учиться Во-первых, повторение мать учения С этим ничего не сделать Это так, потому что улиточка Потому что улиточка в том смысле Что каждый раз, когда мы прогоняем сигнал По нейронному контуру Вовлеченному в обработку информации Каждый раз у нас накапливаются Всякие разные химические вещества Ну там, когда нейрон получает сигнал Вырабатывается циклический аденозин монофосфат Который воздействует на серию Кеназ, который в свою очередь активирует Протеин кеназу А, который в свою очередь активирует Белок Креп Все это не важно Важно то, что обучение Это действительно переход количества в качество Каждый раз, когда вы что-то вспоминаете У вас становится чуть-чуть больше молекул Которых, когда накопится достаточно много Они воздействуют на нейтроклетки Приведут к росту нового синапса Приведут к тому, что воспоминание Перейдет в целковременную память Чем больше раз вы сознательно прогнали импульс Через вот этот ваш нейронный контур Тем больше вероятность, чтобы запомнить эту штуку надолго Чем меньше раз вы это сделали Тем меньше вероятность, что эта штука не потеряется Это давно изучал Иббенгауз Был такой экспериментальный психолог еще в 19 веке Он нарисовал знаменитую кривую Иббенгауза Которая прямо рассчитала Сколько раз и через какие промежутки времени Нужно повторять Для максимальной эффективности запоминания У нас на ней, например, работает сайт LinguaLeo Вот если вы когда-то учили английские слова С помощью сайта LinguaLeo То он дает вам повторять выученные английские слова Через удлиняющиеся промежутки времени Опирающиеся ровно на кривую Иббенгауза Хотя тогда никто про улиточку не знал Вторая важная вещь Что желательно повторять информацию перед сном Это показано в большом количестве поведенческих экспериментов И вообще по современным нейребологическим представлениям По-видимому, самая важная функция сна Это упорядочивание информации, накопленной за день С одной стороны, ваш мозг решает, что ему запомнить С другой стороны, ваш мозг решает, что ему не нужно Что ему забыть, что ему стереть Это тоже очень важная задача сна И много-много экспериментов показывают Что если люди что-то повторили или выучили А потом после этого легли поспать Можно на всю ночь, можно на 15 минут Уж как получится В общем, чем больше поспите, тем лучше Спать – это самое полезное, что вы можете сделать со своим мозгом Если вы что-то выучили прямо перед сном То она запоминается гораздо лучше, чем если вы это выучили с утра Поэтому, конечно, когда мы придем к власти Занятия в школах будут происходить по вечерам Серьезно, я училась в магистратуре по когнитивным наукам в Бышке Это очень хорошее место, я очень всем рекомендую И за два года магистратуры у нас там ни разу не было первой пары Вторая бывала, но редко Потому что когда магистратуру делают нейребиологи Они понимают, что нет ничего более бессмысленного Чем учить чему-то людей, которые не высыпаются Кроме того, экспериментальные психологи за годы своей работы Накопили какое-то огромное количество эмпирических закономерностей Которые все так или иначе укладываются в проблемы внимания и проблемы повторения Они показали, что мы лучше запоминаем то, что мы осмыслили То, о чем мы подумали Ну, естественно, потому что, во-первых, это позволяет сфокусировать внимание А во-вторых, это позволяет зацепиться за долговременную память Вот то, о чем мы говорили, что когда вы знаете, что у Орла есть книжка 1984 То вам гораздо проще запомнить цифры 1984 Как один блок информации Чем лучше вы осмысляете, тем больше шансов, что вы найдете какие-то ассоциации С своей уже выученной долговременной памятью Очевидно, закон интереса То есть, когда вам что-то интересно, вы с большей вероятностью это запоминаете Если вы просидели здесь полтора часа добровольно, то есть шанс, что вы что-нибудь запомните Установка означает, что когда вы твердо решаете, что вы должны что-то выучить Вы это выучиваете с большей вероятностью Потому что вы с большей вероятностью это повторите и покрутите в голове Закон незавершенности означает Означает, что если бы я сейчас так закончила лекцию, то она бы вам хорошо запомнилась Контекст, что мы вписываем в контекст Ну то есть, да, что когда мы можем что-то вписать в контекст То есть соотнести с долговременным уже выученным Мы это запоминаем гораздо лучше Закон длины ряда Это история про объем рабочей памяти Про то, что он маленький Про то, что если вам нужно выучить 8 единиц информации То гораздо лучше разбить их на 2 списка по 4 Чем пытаться запомнить все 8 одновременно Потому что работа я память ограничена Торможение означает, что если мы учим какие-то похожие элементы информации одновременно То мы можем в них запутаться Не запомнить ни один, ни другой Кто хотел бы внятно рассказать об отличиях нейронов у литочки и у млекопитающих? Вот именно Я не очень переживаю о том, чтобы вы запомнили мало деталей Потому что моя задача показать вам, что эти детали есть А дальше есть миллион научно-популярных книжек В которых вы можете с чувством, с толком и с расстановкой их выучить Закон края про то, что мы лучше запоминаем то, что было в начале или в конце Закон повторения очевидно Привет, улиточка Чем больше повторяем, тем лучше запоминаем И закон действия Это тоже про фокусировку внимания Про то, что когда мы пытаемся что-то применить на практике Мы это запоминаем с большей вероятностью Потому что мы на этом сребетачиваемся И основной пафос здесь в том, что когда мы говорим проблемы с памятью В абсолютном большинстве случаев мы не имеем в виду проблемы с памятью А мы имеем в виду проблемы с фокусировкой внимания То есть для того, чтобы что-то взять в рабочую память, мы должны на это посмотреть Для того, чтобы что-то из рабочей памяти перевести в долговременное Мы должны на это смотреть долго Мы должны об этом думать Мы должны это крутить Мы должны пропускать это по своим нейронным контурам так долго Чтобы они успели выработать нужное количество молекул Из-за вот этого проведения электрических импульсов И начать растить новые синапсы Пока мы на чем-то концентрируем внимание Мы это запоминаем Если вы что-то не запоминаете Скорее всего, вы просто не считаете это достаточно важным Для того, чтобы концентрировать на нем внимание Достаточно долго и достаточно старательно Имейте право Но здесь еще существенно, что Хотя от внимания зависит то, что мы запомним Но и наоборот От того, что мы уже запомнили Очень сильно зависит, на что мы обратим внимание Поднимите руку, кто знает, как устроен велосипед Кто знает велосипед на вид Если у вас есть бумажка и ручка Попробуйте, пожалуйста, нарисовать велосипед Вот прямо сейчас Если у вас нет бумажки и ручки Попробуйте его себе представить Я дам вам на это 30 секунд Я не буду у вас спрашивать, что у вас получилось Это уже сделал вместо меня итальянский дизайнер Джан-Лука Джиммини Просто как вы думаете Сможет ли ваш велосипед ездить Нарисовали ли вы ему педали Нарисовали ли вы ему удобную раму Нарисовали ли вы ему цепь Вот Джан-Лука Джиммини Он просил людей нарисовать велосипеды А потом создавал в 3D то, что у них получилось И в общем и целом показал Что те люди, которые умеют ремонтировать велосипеды Они, правда, склонны рисовать такие велосипеды Которые потенциально могут поехать А те люди, которые просто знают, как выглядит этот велосипед Обычно рисуют такие велосипеды Которые, скорее всего, не поедут И вот эта история про то, что у нас есть в благовременной памяти То и помогает нам видеть внешний мир Вот эту историю уже знают все те, кто читал мою розовую книжку Потому что моя розовая книжка, которую можно здесь купить Начинается с этой истории Но, тем не менее, я все равно расскажу Однажды я посетилась на большую зарплату По тем временам Мне было 27 лет, мне платили 120 тысяч Мне казалось, что это круто Посетилась на большую зарплату и продала душу дьяволу А именно пошла работать шеф-редактором глянцевого журнала И год им проработала Это был могучий источник познания жизни Потому что я, например, много была вынуждена взаимодействовать С рекламными компаниями разных косметических средств Вот однажды одна большая прекрасная косметическая компания присылает нам вот такую картинку На картинке написано следующее Подпись такая Молекула филоксана, ее кремниевое ядро И две минеральные части, связанные углеродной цепью Это значит чудодейственная молекула для укрепления волос, которую нужно рекламировать Потираю ручки Я пишу этим людям Скажите, а можно я буду использовать вашу брошюру в своих лекциях и книжках? Они говорят Конечно, можно Только обязательно указывайте, что это компания L'Oreal Я говорю Хорошо, буду указывать Но теперь, как честный человек, должна вам признаться Что, по-видимому, ваши дизайнеры взяли из гугла первую попавшуюся картинку Первую попавшуюся молекула Причем это было, как потом мы с ними выяснили Еще во французском офисе, а не в российском Еще полгода тому назад Полгода эту картинку рассылали всем журналистам Никому ничего не мешало Поднимите руку, кому в этой картинке что-нибудь мешает В картинке в сочетании с ее описанием Смотрите, даже среди вас, даже среди людей таких подкованных, и то не все Здесь есть некоторая очевидная проблема Что обозначается... Ладно, неважно Как вы считаете? Есть такая штука кремний Как вы считаете? Обозначается ли кремний буквой О? Обозначается ли он буквой H? Обозначается ли он буквой C? Буквой N? Теперь смотрите, нам заявлено, что здесь есть кремниевая ядра Кремниевая ядра здесь на этой картинке скорее всего нет Это первое, что настораживает Дальше, если мы к этой молекве присмотримся Мы можем, например, заподозрить, кто она такая Поднимите руку, кто заподозрил, кто она такая Ну да, смотрите, есть COH-группа, есть NH2 Понятно, что ни один нормальный человек не помнит на память все радикалы Но да, это какая-то аминокислота Конкретно это аминокислота серин Совершенно стандартный компонент всех белков нашего организма Я тоже не сразу поняла, что это аминокислота Мне для этого понадобилось еще подумать и посмотреть Потому что обычно их рисуют с радикалом посередине А здесь радикал с краешку Но, по крайней мере, мне с первого взгляда было очевидно, что в ней нет кремния И мне это было очевидно, потому что я оканчивала биофак То есть это означает, что сначала я сдавала выпускную химию в школе Потом вступительную химию в университете Потом еще штук пять разных химий на младших курсах То есть я не могу не видеть кремний И здесь важно то, что нормальный человек может не видеть кремний И, соответственно, не видеть, что нет кремния Это ничего не говорит про его интеллектуальные образовательные возможности Это говорит просто о том, что его сфера компетенции Его сфера внимания направлена на какие-то другие вещи Он может видеть математическую формулу, видеть в ней ошибку Хотя мне бы она не помешала никогда в жизни Он может смотреть на человека и думать, что человек безвкусно одет, например Хотя никто бы нормально этого не заметил Он может, ну, в общем, много чего может Главная фишка всей этой истории в том, что у нас у всех разная сфера компетенции В течение всей нашей жизни мы выращиваем в себе те или иные нейронные связи Мы укрепляем в себе те или иные нейронные контуры От этого мы все становимся разными Мы становимся разными в некотором смысле биологически Но биологически просто потому, что мы вырастили в себе совершенно разный мозг В результате наших целенаправленных усилий И вырастив в себе разный мозг, мы в свою очередь начинаем по-разному воспринимать реальность Обращать внимание на одни вещи, не обращать внимание на другие вещи Что-то очевидно для кого-то одного из нас Что-то очевидно для кого-то другого из нас Мы разные Именно поэтому нам имеет смысл объединяться в команды И обобщать наши уровни экспертизы Потому что в командах мы можем видеть мир гораздо более полноценный и комплексный, чем он есть Или, по крайней мере, чем вы видите каждый из нас по отдельности Спасибо Во-первых, спасибо за лекцию А во-вторых, я встал, чтобы было слышно и выходящее не так отвлекание от вопросов Суть в следующем Наверняка практически весь зал готов видеть вас здесь еще раз и еще раз Через 10, например, или 20 И вот как изменится ваша лекция через 10 лет Когда уже какие-то научные открытия возможные произойдут И наступит ли такой момент, когда ваша лекция станет неактуальной То есть вообще людям не нужно будет запоминать что-то А появится, допустим, какое-то устройство Смотрите, проблема современной науки в том, что современная наука дико, мега, супер, экстра крутая У нас есть подсчеты, что 90% всех ученых, которые когда-либо жили на свете, живут и работают сейчас У нас около 5 миллионов ученых Они выпускают каждый год около 2 миллионов научных статей Из них довольно длинная доля про когнитивные науки Потому что это супер развивающаяся область И проблема здесь в огромном разрыве между наукой и обществом В том, что школьная программа отстает от мировой науки лет на 30 Охватывает ничтожно маленький процент вещей, которые существуют в науке И поэтому, когда я прихожу читать лекцию для широкой общественности Я, в общем-то, даже и не ставлю себе задачу Рассказать про какой-то передовой край науки Кроме каких-то очень маленьких отдельных его фрагментов Принципиальная часть лекции, которую я сегодня вам рассказывала Это вообще-то эксперименты 70-х Потому что именно в 70-е, во-первых, поисследовали основательно Кратковременную и долговременную память на психологическом уровне А во-вторых, Кандели и его коллеги поняли всю вот эту историю Про то, что да, долговременная память — это укрепление связей У меня, естественно, здесь есть какие-то относительно новые истории Скажем, про то, как придумали применять пропронолол Для того, чтобы блокировать страх перед паучками Но, в общем и целом, в принципе, глобально я рассказываю базовые вещи Которые должны были бы быть в учебниках Но я не уверена, честно говоря, что в учебниках они есть В школьных Просто потому, что они туда не помещаются В связи с огромным количеством других важных научных историй Которые тоже должны быть в учебниках Тоже туда не помещаются То есть, несмотря на то, что наука за 10 лет идет невероятно далеко вперед Популярные лекции про память за эти 10 лет могут измениться гораздо меньше Но здесь будет зависеть от того, как вообще, в принципе, будет развиваться научпоп как таковой Насколько он будет расслаиваться на разные уровни сложности Придумаем ли мы какую-то маркировку этих уровней сложности Потому что и через 10 лет наверняка будут люди, для которых не очевидно Что обучение меняет наш мозг анатомически А вот поднимите руку, кому до этой лекции было очевидно Что обучение анатомически меняет наш мозг Ну, смотрите, вот вы продвинутая аудитория И то среди вас это было очевидно, ну, половине, даже поменьше Хотя это вот Нобелевка 2000-го А до Нобелевки еще 30 лет работы То есть популярные лекции заведомо говорят Про какие-то довольно базовые вещи Довольно базовые и довольно хорошо утвержденные Если же мы говорим про возможность выходить на более сложный уровень сложности Я часто туда выхожу в книжки Вот у меня выходит скоро сиреневая третья книжка Которая называется «Мозг материален» И в которой, ну, в общем, так или иначе она вся про память Она вся вокруг памяти крутится Потому что это самая удобная вещь для того, чтобы описывать вообще общие закономерности работы мозга И там у меня, например, много про животных Про всяких прекрасных подопытных животных С которыми можно делать прекрасные вещи Именно благодаря тому, что вы находите у них конкретные нейроны И конкретно перезаписываете воспоминания на них Есть такая наука оптогенетика Ну, даже не наука, а прикладное направление оптогенетика Это история про то, как вживлять светочувствительные рецепторы животным В какие-то конкретные нервные клетки Для того, чтобы потом с помощью потока света Активировать какие-то конкретные нервные клетки выборочно Включать и выключать И вот этих вот рецепторов для оптогенетики Их можно насадить много в разные нейроны Там червячку цена радости с Элеганс Их чуть ли не в каждую вообще его нервную клетку всаживают Для того, чтобы был полностью управляемый червячок У которого любой нейрон вы можете включать и выключать произвольно С крысами чуть-чуть сложнее Но крысам можно с помощью вот этих методов Включать или выключать нейроны в заданный момент Для того, чтобы заданную информацию записывать на заданные нейроны А потом перезаписывать Или вот, например, недавно была французская работа Отличная совершенно Там животному вмешивались во сны И во снах учили его любить конкретное место То есть схема какая? У вас есть животное Днем оно ходит по комнате Комната разнообразная В комнате разные игрушечки Разные места, разные повороты, ловушечки В общем, комната Пока животное днем по комнате ходит Вы анализируете активность его клеток места Клетки места — это такие нейроны в гиппокампер Которые активируются в тот момент, когда вы пришли в конкретное место Вот у нас у всех сформировались за это время нейроны вот этой аудитории Они активируются у вас снова в тот момент, когда вы придете в эту аудиторию еще раз Даже если будет какая-то совершенно другая лекция И, соответственно, смотрели, какие клетки места у животного Ассоциированы с какими участками его комнатки, лабиринта После этого животное ложится спать Животное ложится спать, ему снится, как оно днем ходило по комнате Мы это видим на основании того, что у него активируются те же самые клетки места В той же самой последовательности, но в ускоренном воспроизведении Потому что, в принципе, сон нужен для того, чтобы промотать дневные впечатления, запомнить их получше И что мы делаем? У нас, например, есть локализована конкретная клетка места Которая активируется каждый раз, когда мышь или крыса Я не помню, кто из них был в этом эксперименте Каждый раз, когда мышь или крыса забираются вот в эту вот штучку Вот в этот моток провода Есть конкретный нейрон, который активируется тогда и только тогда И он же активируется во сне, когда мыши снится, как она залезает в этот моток провода И каждый раз, когда он активируется из-за того, что мыши снится сон Мы одновременно активируем ей центр удовольствия Не помню, какой из многочисленных зон мозга, связанных с удовольствием, активирует ли там Но пускай будет прилежащее ядро Мы активируем ей одновременно прилежащее ядро Мышь формирует ассоциацию У мыши срабатывают NMDA-рецепторы, про которые мы сегодня говорили Мышь формирует ассоциацию между вот этим мотком провода и положительным чувством Дальше мышь просыпается и бежит к мотку провода Прыгает в него в реальном мире, потому что ей снится очень хорошая сна про этот моток провода И она начинает думать, что... Это, кстати, очень большая проблема с влюбленностями Я думаю, многие замечали Вам сначала про кого-то человека совершенно случайно начинают сниться эротические сны И потом вы в реальной жизни в него тоже ни с того ни с сего являетесь Но хотя бы без электродов То есть я думаю, что через 10 лет, наверное, будет уже неприлично не рассказывать про те фантастические успехи, которые достигли на животных И придется всю вот эту базу выкидывать А понимаете, даже с базой это все равно полтора часа Всю вот эту базу выкидывать и говорить сразу про то, что вы смотрите, какие крутые штуки делают на животных Но проблема в том, что это будет для широкой аудитории немножко похоже на магию уже Потому что, ну, вы не рассказали базовые истории про то, что в принципе мозг меняется, когда мы чему-то учимся Смотрите, во-первых, не обязательно хлопать на меня все время Особенно после каждого вопроса, потому что это займет дополнительное время И у вас встанут ладошки Во-вторых, я плоха в управлении людьми Я буду, соответственно, несправедливо смотреть то на одного, то на другого Когда вам кажется, что я на вас смотрю, начинаете задавать вопрос громко и уверенно Ага, да, спасибо большое за лекцию И у меня такой вот вопрос, вот все-таки начало лекции, оно начиналось с того, что есть кондитивные науки Есть экспериментальная психология и энергобиология И вот они вроде как копают в одном направлении Но вот точки соприкосновения ее пока что сложно определить У меня вот вопрос связан именно с этим Существует ли вот эта вообще точка соприкосновения? Потому что если даже взять тот пример с паучками, который вы приводили Если, опять же, если у человека есть фобия, да, окнофобия, изолированный вид фобии То, в принципе, даже в рамках КПТ-подхода от этого можно пофиксить Ну, простым, там, вот это павловское классическое обусловление, операционное научение Ну, собственно, экспозиционная терапия, да, работает и без всякой фармоподежки Это просто угасание, по сути, реакция И здесь, в принципе, это будет эффективно И вот фарма, она даже вот перед этим в некоторой степени, мне кажется, даже уступает И вот необходимости получаться-то в этом и как-то нет в прикладном контексте И вот все-таки вот как вы, если, ну, я думаю, что вы поняли, о чем я не говорю Нет, смотрите, экспозиционная терапия нормальная, классическая в рамках КПТ Она, конечно, классная, но, во-первых, она требует обычно все-таки многих сеансов Это только там в самых первых работах От заявлял, что у него якобы с одного сеанса получалось всех излечивать Но как-то дальше это плохо воспроизводилось Если смотреть мета-анализы, то обычно там сеансы 4-5, по крайней мере, нужно И это сеансы неприятные для человека, поэтому многие на них в принципе не приходят Мы говорим про экспозиционную терапию Это такой классический способ лечения фобий Это когда вы приходите в лабораторию, а там сидит паучок Вы смотрите на паучка, паучок смотрит на вас Вы смотрите на паучка, паучок смотрит на вас Вы смотрите на паучка, паучок смотрит на вас И так часами Так часами до тех пор, пока вам не становится скучно А когда вам становится скучно, у вас происходит классическое павловское затухание условного рефлекса. Здесь проблема в том, что это долго, это неприятно, люди не хотят. Сейчас много хорошего связано с виртуальной реальностью. Люди охотнее соглашаются в виртуальной реальности это делать. Но в случае с лекарством это, во-первых, может происходить быстрее. За один раз, за одно предъявление, причем короткое. Вот там в работах Мэрил Кинт, там одну минуту буквально показывали им этого паучка и уже сработало. Вместо того, чтобы много часов ходить, это первое. Второе, то, что это может быть важно не столько даже для специфических фобий, сколько именно для каких-то сложных, тяжелых, травматических, постстрессовых расстройств. Когда человек, например, ему в дом взломились грабители, застрелили его отца, его самого ограбили, изнасиловали, я не знаю. В общем, человек пережил какой-то очень тяжелый опыт. И человеку от этого после этого годами плохо, но очевидно. А человек это трясет, человеку сложно застыпать, человек нервничает, человек это регерит. То есть он видит какие-то ситуации, которые напоминают ему об этом, ему начинает быть плохо. Это все очень неприятно. И здесь как раз вот это сочетание с пропронололом, оно очень крутое, потому что оно позволяет, вы под контролем психолога, в кабинете психолога, он вас заставляет вспоминать в деталях вот конкретно эту жуткую историю, которая с вами произошла. Это ужасно неприятно, но одновременно вы под пропронололом, и когда вас в следующий раз заставляют вспоминать эту жуткую историю, у вас как-то сила эмоций по поводу этой истории уже нарушена. И там прямо довольно классные результаты. Опять же, про это будет много в моей серии книжки. Да, вы абсолютно правы, это действительно одна из главных проблем экспозиционной терапии, что вы можете научиться не бояться паучка в конкретном месте, но продолжать бояться других паучков в других местах. Но, в общем-то, это лечит именно тем, что пытаются максимально разнообразить контекст, что пытаются показывать вам паучков каждую сессию в какой-то новой комнате, какого-то нового паучка, поскольку это возможно. И сейчас действительно много виртуальной реальности, то есть вы вообще не смотрите на живых паучков в комнатах, что сложно логистически организовать много разных, а вы, например, ходите в очках, которые время от времени показывают вам паучка в любом месте, на которое вы смотрите. И так до тех пор, пока вы не перестанете бояться. Эта проблема есть, но они работают и по ней думают. Спасибо. Извините, поднимайте руку, я буду держать. Второй ряд. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Такой вот вопрос. Немножко я не специалист, и так скажу. Есть, грубо говоря, у человека какой-то предел памяти, который, ну, мозг ограничен в объеме, соответственно, количество связей как-то ограничено. Есть ли какие-то исследования, которые вы говорили, ну, как, допустим, можно ограничить срок жизни человека, если в теории мы продлим жизнь организма до бесконечности, есть ли ограничения от мозга на развитие, например, какое-то? Смотрите, скорее всего, нет по двум причинам. Во-первых, потому что, правда, этот предел где-то очень далеко. Правда, у нас довольно много межклеточного пространства, довольно много места для того, чтобы выращивать новые синопсы. И, по-видимому, никто еще не смог вырастить их настолько много, чтобы они перестали помещаться. Но главное даже не это, а главное то, что мы не только запоминаем, но и забываем. И забывать мы можем довольно быстро, и мы забываем, в общем, все, чем мы не пользуемся. Что-то из этого мы забываем совсем надежно и окончательно, что-то из этого мы забываем ненадежно и неокончательно. Но, правда, из той информации, которую мы обработали, ну, из того, что мы взяли в круговременную память, мы забываем вообще там 99,9%. А из того, что мы взяли в круговременную, все равно она дальше еще имеет тенденцию ослабевать или укрепляться в зависимости от того, пользуемся мы ей или нет. И вот как раз сон, по-видимому, важен именно для того, чтобы, с одной стороны, усиливать те связи, которые уже оплотнелись в течение дня сильно, а с другой стороны ослаблять те, которые вроде бы как появились, но недостаточно, откусывать их обратно, втягивать их обратно в нейрон. То есть, скорее всего, мы забываем не менее эффективно, чем запоминаем, и нет места, не кончится. А нейроны, они переучиваются? Ну, например, вот тот же самый нейрон Дженнифер Эйнстон, то есть через 10 тысяч лет, например, все фильмы забылись, там другие совершенно герои, а нейрон остался? Скорее всего, да. Скорее всего, они могут более или менее куда-то менять свои функции. То есть мы, собственно, не знаем, что вообще делает этот нейрон Дженнифер Эйнстон, кроме того, что он реагирует на Дженнифер Эйнстон. Может быть, на самом деле он реагирует еще на десяток актрис, просто мы не догадались показать их фотографии. Это обобщающий нейрон. Мы точно уверены, что это не единственный нейрон Дженнифер Эйнстон, и вполне вероятно, что он делает не только это, а что-то еще, что мы не поняли, что. Спасибо. Извините, пожалуйста, вот в черном изделеката. Большое спасибо, Олег, что я бы хотел попросить. Возможно ли разрушить синапс, который мне уже не нужно? То есть вот я слышал песню «Монеточка» и что меняет воспитание, ассоциировались в этой песне. То есть я думаю, что это еще не национальный секрас, и что-то другое, то есть я хочу женить. И второй вопрос сразу, если можно. Насколько сильно возраст влияет на кратковременные памятники? Смотрите, разрушить сложно. Разрушить сложно, и чем больше вы об этом думаете, тем меньше вероятность, что это удастся разрушить, именно потому что вы каждый раз прогоняете через него нервные импульсы. Единственный способ его разрушить, это не активировать его в течение достаточно длительного времени, ну там недель, месяцев, что почти нереально. Понимаете, если бы эта проблема... Ну да, да, вы можете, конечно, вы можете, например, на ту же самую песню, если вам мешает именно то, что вам попадается песня, вырастить какие-то более мощные ассоциации, например, противоположного знака. То есть если вы сделаете себе электроды для биения себя током, начнете слушать песню «Монеточки», одновременно бить себя в коленку током больно, то, конечно, именно это будет ассоциироваться с песней «Монеточки» довольно быстро. Или там, если вы заведете другого возлюбленного, и с ним, возлюбленную, или неважно, и пойдете с ней, соответственно, в какое-нибудь прекрасное место под ту же самую песню. То есть да, к сожалению, единственная главная наша сложность в том, чтобы как-то формировать новые ассоциации, это на самом деле правда жуткая проблема, она прямо центральную роль играет во всей нашей жизни. Как изменить нарощенные нейронные связи, и глобально говоря, психологически говоря, как изменить представление о себе. То есть у нас есть представление о себе, как о человеке, у которого песня «Монеточки» ассоциировалась с вот этой любовью, а любовь оказалась несчастной. Вот я вам говорила про бросание курить. Я бросила курить больше месяца назад, то есть у меня нет уже физической ломки, но моя проблема в том, что я воспринимаю себя как человека курящего, который почему-то не курит, потому что это вся моя жизнь. Я не очень понимаю, что делают в жизни люди, которые не курят, зачем они вообще живут. И, соответственно, у меня нет вот именно вот этого представления о себе, как о человеке, который не курит. У меня представление о себе, как о человеке, который курит, но почему-то сейчас не курит. По сигаретам его нет. Это очень некомфортное ощущение, и главное, очень ненадежное с точки зрения перспектив успеха в бросаниях. Вот у меня, я приехала сюда, здесь у организатора Айкос, прекрасный, и что я должна у него не стрелять даже перед лекцией, ну как вообще. Про возраст еще, пожалуйста. Да, про возраст. Смотрите, ну именно про крестковременную память, я думаю, что эта история, опять же, не про нее, а про внимание. Про то, что понятно, что мы с возрастом развиваемся, понятно, что у нас с возрастом созревает мозг, созревает дорсолатеральная префронтальная кора, и, соответственно, резко усиливаются возможности концентрировать и сосредотачивать внимание. То есть количество единиц информации, которые мы можем одновременно эффективно обрабатывать. Это, кстати, ужасно смешно, когда вы читаете книжки, статьи про возрастное развитие мозга. Вот вы наверняка замечали, что с точки зрения ваших родственников не существует правильного возраста для романтических отношений. Потому что из состояния маленькое, это еще по свиданиям бегать, вы мгновенно переходите в состояние, куда тебя такую старую деву, кто тебя уже замуж возьмет, примерно где-то в 25, и более того, они накладываются друг на друга. И то же самое с мозгом. Когда вы читаете статьи о возрастном развитии мозга, то до 25 вы еще не настоящий человек, потому что у вас еще не миеллинизировались аксоны, связывающие разные отделы головного мозга. А где-то после 25 вы уже не настоящий человек, потому что у вас уже началось возрастное снижение когнитивных функций, и эти два участка тоже перекрываются друг с другом. Вот где-то примерно 25 вы идеальны с точки зрения физических возможностей мозга, но это при этом не означает, что вы идеальны с точки зрения того, чтобы справляться с жизнью, потому что эти физические возможности нужно еще как-то совмещать с накопленным опытом, который как раз нарастает еще много десятилетий после этого. Поэтому оптимальная точка, где-то дальше, там, после 25. Так, пожалуйста, молодой человек. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, который касается как раз передачи нейронов, ну, получается, что-то наследство, как будто бы. Но сами нейроны, к сожалению, не предаются. Гены, которые влияют на... Гены, вот с этим вот всем. Собственно, я читал аналогичную штуку Маркова вот в больнице человека в втором доме, и там, и, собственно, меня очень-очень много лет интересует такой вопрос. Мне как-то в детстве, в очень раннем детстве, приснился сон, в котором я сидел на кухне и пил компотик, а на выходе из кухни стояли существа из какой-то там мифологии, и самое интересное, что я этот сон очень долго, давно уже помню, а вот непосредственно эти существа выявил в какой-то книжке спустя несколько лет. Это, может быть, связано, скорее всего, просто вот, тоже горошадный, допустим, что-то такое говорил, что могут передаваться конкретные образы, и Марков, что-то такое писал. Вот, в этих нейронах, конечно, не докурает. И меня отсюда интересуется вопрос. Это, скорее, как-то что-то передалось, эти существа такие достаточно, получается, известные массовые, то есть кто-то их увидит, и как-то так все передалось, или скорее просто наслаивание памяти произошло, что я его увидел, а потом на этот сон переложилось. То есть что-то я увидел спустя несколько лет, но то, что было там когда-то, это много, очень много. Да, смотрите, в вашем вопросе есть два аспекта, я поговорю про них по отдельности. Первая важная сложная проблема – это действительно врожденные знания. Дико сложная, дико неизученная, дико непонятная проблема врожденных образов, врожденных умений, которая гораздо лучше изучена на птичках, чем на нас, потому что у птичек гораздо лучше, чем у млекопитающих с хражденными знаниями. У птичек вообще, вот я сейчас грубо говорю, у нас вот с вами есть кора, и мы много здорово модифицируем кору. Есть какие-то подкорковые структуры, которые более или менее неизменны. Ну, немножко меняются, но нейропластичность у них гораздо меньше, чем в коре. И у нас большую роль в работе мозга играет кора, и чуть-чуть, относительно меньшую, я очень грубо говорю, сейчас подкорковые структуры. Что касается птиц, то у них наоборот. У них кора развита плохо, кора играет роль маленькую, а подкорковые структуры прямо классные, очень разнообразные, очень развитые. Тоже в них есть какая-то не их пластичность, но подкорковые структуры, они в принципе по природе своих изменчивостей склонны меньше, и у птиц в мозге гораздо лучше прошиты какие-то врожденные базовые штуки. Птицы могут без обучения знать, как там им гнездо, например, видеть. У них от внешней среды как-то модифицируется этот процесс, но в принципе базовые вещи, они откуда-то уже знают. Вот у них каким-то образом прямо генами закодировано, как должны соединиться нейроны для того, чтобы она совершала какое-то движение. Ну у нас какие-то базовые рефлексы тоже есть, да, вот мы тоже знаем, что нужно тряхнуть ногой, если вам ударили под коленку, тоже именно потому, что у нас врожденно вот так вот зафиксированы, врожденно вот так вот сплютены нейроны. Но у нас млекопитающих этого гораздо меньше, у птиц с этим гораздо лучше. И какие-то гораздо более сложные относительно формы поведения могут, по-видимому, быть прямо вот так врожденно выплетены. Ну или, по крайней мере, люди любят слово предрасположенность, что как-то так выплетены нейроны, что вот этому навыку научиться очень легко. Учиться все равно надо, но это будет очень быстро и просто. А другому навыку нужно учиться сложно, потому что для него нет вот этой вот предрасположенности, нет той нейронной сети, которая идеально подходит для того, чтобы выучить именно этот навык. Такая штука. У людей с этим все очень темная история. То есть, скажем, когда мы говорим про тот же самый страх перед паучками, мы знаем, что научить человека бояться паучков проще, чем научить человека бояться, например, изображений солнышка. Что если мы показываем человеку маленькому, например, изображение паука и одновременно бьем его током, то он начинает бояться быстро и легко. А если мы показываем ему изображение солнышка и одновременно бьем его током, то ему понадобится большее повторение или большая сила тока, для того, чтобы научиться бояться изображений солнышка. То есть что-то у нас подвыплесенное может быть, но, скорее всего, это не конкретный паук, а, скорее всего, это максимум на уровне маленькое, черное, подвижное, давай на всякий случай бояться. Или там длинное и линейнообразное, давай на всякий случай бояться, может быть, это змея. То есть мы не то чтобы врожденно боимся пауков и змей, просто нам относительно легко научиться бояться пауков и змей, скорее всего, потому что что-то в наших универсальных человеческих нейронных структурах, правда, помогает тому, чтобы именно вот эти картинки легко узнавались амигдалой, если про них поступит хоть какой-нибудь пугающий сигнал. Вот. Но, скорее всего, у нас нет настолько сложных, врожденных картинок про фантастических существ. Здесь бы я искала какие-нибудь более правдоподобные объяснения. Более правдоподобных объяснений, очевидно, может быть два лежащих на поверхности. Первое, что вы все-таки видели этих существ до этого, просто не помните это. Просто приснится-то, они вам приснились. А то, что вы до этого показывали, листали, снятые с полки, ту же самую книжку, этого вы не запомнили. Это нормально, дети вообще мало что запоминают. Вот. А второе объяснение, что вы видели каких-то других существ, но просто из всего вашего дальнейшего жизненного опыта они оказались больше всего похожи на вот тех, которых вы увидели в той книжке. И дальше у вас, так же, как у испытуемых Элизабет Лофтус, у которых воспоминания модифицировались при поступлении новой информации, у вас слились постепенно эти два образа в один, и вы стали считать, что вы с самого начала видели тех, которых вы увидели потом. Спасибо. Извините, пожалуйста. Сначала поднимите руки тех, кто на крауфанд, на платформе Планета. Да. Вот. Сначала они хорошо. Пожалуйста. Как вещества влияют на наш мозг, на память и обучение? Не имею права. Российское законодательство. Разрешённый. Разрешённый. Алкоголь и сигарет. Ну, алкоголь влияет не очень хорошо на нашу память, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Алкоголь, в общем-то, обладает довольно заметным нейритоксичным действием, нейритоксическим. И, к сожалению, вот эти вот картинки из учебников про то, что у человека, злоупотребляющего алкоголя, маленький сморщенный мозг, они, в общем, имеют некоторые основания под собой. То есть алкоголь, скорее всего, не очень вреден, если употреблять его маленькими порциями. Но маленькая порция, это правда маленькая порция, это, ну, там полбокала вина. Там, скорее всего, какого-то заметного вреда нет. Хотя тоже в последнее время разные исследования говорят, что, может быть, даже это вредно, просто не так заметно. Вот, а когда мы получаем токсическую дозу алкоголя большую, то есть даже когда мы просто там выпили полбатулки вина и напились и почувствовали себя пьяным, это в каждый конкретный раз правда довольно плохо отражается, к сожалению, на здоровье нашего мозга. Ну, понятно, что у нашего мозга большой запас прочности, понятно, что от одной пьянки вы дурачком не станете. Но, к сожалению, правда, если вы систематически много нажираетесь, это повышает вероятность того, что, скажем, с возрастом у вас быстрее начнется возрастное снижение кознитивных функций. Мне очень неприятно вам это сообщать, я прошу прощения. Вот, и, соответственно, из-за этого алкоголь влияет на память не очень хорошо. Понятно, что человек редко может выбить столько, чтобы прямо вот он не помнил, что происходит с ним в предыдущий день. Если это с ним произошло, значит, он точно выпил слишком много, он точно сильно повредил свой мозг, точно не надо больше так делать никогда. Но и, скорее всего, в долгосрочной перспективе употребление алкоголя в дозах вышеусловно безопасных ведет к повышенной вероятности гибели нейронов и, соответственно, утратит той материальной основы, на которой у нас хранятся воспоминания. Что касается никотина, с никотином очень сложная история. Никотин — это, вообще-то, очень хорошая штука. Вообще-то, очень классная. Проблема с табакокурением в двух вещах. Во-первых, в том, что в табакокурении есть никотин, который вызывает зависимость, и плюс есть огромное количество канцерогенов, которые сильно, достоверно, резко вредят здоровью. А во-вторых, проблема в том, что никотин — классная штука до тех пор, пока у нас нет от него зависимости. Когда у нас есть от него зависимость, он, к сожалению, перестает быть классной штукой. То есть никотин, он вообще действует на ацетилхолиновый рецептор. Исходно в ходе эволюции он появился для того, чтобы действовать на ацетилхолиновый рецептор насекомых и таким образом вызывать у них судороги и смерть. Про это есть у меня в желтой книжке, которую вы можете там купить. А когда он действует на наши ацетилхолиновые рецепторы, то когда он действует в маленькой дозе на некурящего человека, он, правда, способствует повышению концентрации. Эти ацетилхолиновые рецепторы находятся в регионах, богатых дофаминовыми рецепторами, в системе вознаграждения, в коре, в общем, во многих областях мозга, которые связаны с удовольствием, связаны с сосредоточенностью и связаны с памятью. Если вы некурящему человеку дадите в виде ингалятора или жвачки маленькую дозу никотина, то это достоверно, это доказано, повысит его концентрацию, повысит его сосредоточенность, повысит его способность в том числе запоминать какие-то вещи, то есть обращать на них внимание, пропускать их через кратковременные память в долговременную. Трагедия в том, что в случае с более или менее регулярным потреблением никотина это так не работает. Трагедия в том, что как только никотина становится много, у вас снижается чувствительность рецепторов, само их количество увеличивается, и вы попадаете в ситуацию, в которой ваш собственный ацетилхолин уже не способен восполнить потребности вот этих рецепторов в наполнении их нейромедиаторами. Вы вынуждены получать постоянно новые и новые дозы никотина, уже не для того, чтобы чувствовать себя лучше, а для того, чтобы не чувствовать себя очень хреново от того, что его нет. А как только он исчезает, вы становитесь сразу очень глупым, очень несчастным, и продолжаете быть очень глупым и очень несчастным несколько недель, до тех пор, пока у вас не нормализуется вот эта работа рецепторов. И это катастрофа. Это катастрофа особенно потому, что когда вы все-таки путем жесточайшей ломки за несколько недель слезли с никотиновой зависимости, после этого никотин снова начинает обладать на вас магическим, волшебным, стимулирующим действием в случае первой сигареты, и поэтому не попробовать ее еще раз совершенно невозможно, а после этого ваш мозг хочет еще, еще, еще и еще. То есть правда, если мы сравниваем разные зависимости, никотиновая считается, что входит в почетную тройку вместо героиновой и кокаиновой по силе физической зависимости. Но хорошая новость в том, что это по-разному у разных людей. У нас есть десятки генетических вариаций вот этих никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, и есть люди, которым повезло, и у которых никотин плохо действует на ацетилхолиновые рецепторы, ненадежно, не оказывает выраженного вот этого положительного эффекта. И если вам так повезло, то тогда вы медленно формируете зависимость, потом легко отказываетесь от зависимости. Если же вам не повезло, если у вас генетические варианты ацетилхолиновых рецепторов, которые реагируют на никотин хорошо, с которыми она отлично связывается, отлично их активирует, обычно это распознается потому, что вам понравилась первая же сигарета в вашей жизни. Вот если вам понравилась первая же сигарета в вашей жизни, принесла какое-то удовольствие, то вы очень серьезно в зоне риска на всю вашу оставшуюся жизнь. Вы, скорее всего, сформируете зависимость, вам будет очень тяжело, очень сложно с нее слезть, и страдать побоится всю жизнь. Поэтому, возможно, если вы не пробовали, то лучше не пробовать никогда, чтобы не выяснять, к какой категории людей вы относитесь. Спасибо. Еще есть планеты. Есть ли те, кто денег давал нам? Да. Если нет тех, кто денег давал нам, тогда все. Я не специалист, поэтому у меня такие околонаручные вопросы. Первый. Надеюсь, вы должны стать в решении вашей компетенции. Первый. Сейчас очень популярна тема ментальной арифметики. Есть такое мнение, что отдавать ребенка на занятия этой арифметикой для школы, это, ну, просто фокус. Потом ему будет сложнее, отзываясь нормальную математику. А второй вопрос для меня такой глобальный и важный. Если у человека начинает развиваться, ну, не начинает развиваться деменция, это есть смысл, ну, работать в панике? То есть это какой-то, ну, наверное, замедлить, или даст обратный эффект. Что вы можете сказать? Смотрите, по поводу раннего развития, там все не очень однозначно. Мы совершенно точно знаем, что вообще-то развивать детей полезно. Что вообще-то, если ребенок живет в богатой среде, то это лучше, чем если ребенок живет в бедной среде. Но это работает на уровне. Если вы запираете ребенка в чулан, либо вы вместо этого пускаете ребенка поиграть в комнату, где есть игрушки, то интеллектуальное развитие того ребенка, которого вы пускали поиграть в комнату, где есть игрушки, будет гораздо лучше, чем интеллектуальное развитие того ребенка, которого вы запирали в чулан. Не надо запирать детей в чулан. Надо, чтобы им было на что посмотреть, чтобы им было с кем поговорить, чтобы у них была какая-то книжка, чтобы у них была какая-то игрушка. На этом уровне интеллектуальное развитие – это важно. Обогащенная среда – это важно. Но когда мы говорим вот именно про вот это маньяческое отдавание на курсы, здесь не очень понятно, скорее всего какого-то принципиального прорыва оно не дает по сравнению с обычным ребенком, которого просто любили, с которым просто разговаривали. Скорее всего, это некоторая попытка, ну как, вместо того, чтобы ребенок развивался медленно в своем ритме по разным направлениям одновременно, одновременно учился и лучше считать, и лучше разговаривать, и лучше бегать, и лучше балансировать, и лучше разное всякое, все, что в ходе игры они изучают. Здесь, к сожалению, попытка часто направить ребенка на какое-то одно направление развития, пускай он занимается математикой, а вместо этого меньше играет и, соответственно, меньше тренирует баланс или эмпатию в играх с другими людьми или там что-нибудь еще. Скорее всего, поскольку люди очень отзывчивые существа и дети очень отзывчивые существа, скорее всего, это пойдет в какой-то степени на пользу математики. Но вопрос в том, так ли важна эта польза математики, потому что мы немножко заставляем ребенка, когда мы учим его математике в раннем возрасте, делать то, к чему его мозг еще немножко не готов, до чего его мозг еще немножко не дозрел. Вот у нас есть вот эта дорзолатеральная префронтальная кора, связанная с рабочей памятью, с концентрацией внимания, которая созревает постепенно. И чем лучше она созревает, тем легче человеку удерживать в памяти какие-то единицы, нужные для вычислений, что прямо связано с математикой. Наверное, она будет развиваться немножко быстрее, если мы будем все время человеку давать такие задания. Но вопрос в том, что мы потратим годы на то, чтобы научить его умножать 6 на 8, при том, что если бы он стал чуть постарше, если бы мы просто дали его мозгу дозреть, то он бы эти 6 на 8 понял бы с одного раза, с одного повторения. То есть здесь немножко маньячество. Вообще, что касается возраста и людей, действительно, фишка в том, что чем вы младше, тем лучше у вас растут новые нейронные связи. У двухлетнего ребенка намного больше нейронных связей, чем у профессора Гарфрета. Кстати, именно поэтому он совершенно не умеет координировать свои движения, потому что у него эти импульсы идут во все стороны, как попало хаотически. А потом как раз со временем у него в дошкольном возрасте постепенно обрубаются лишние нейронные связи, обстригаются, остаются те, которые полезны, остаются те, которые он использовал, те, которые он применял. От этого у него начинается нормальная окрацинация движений, и вообще он становится на человека похож. Вот, и да, я к этому перехожу. Смотрите, действительно, чем мы моложе, тем эффективнее у нас происходит вот этот процесс выращивания новых синапсов между нейронами, и он дальше долго и медленно замедляется, но никогда не исчезает полностью. Пока человек жив, у человека могут формироваться новые синапсы. Но при этом в 20 лет они формируются быстрее и эффективнее, чем в 30, в 30 быстрее, чем в 40, в 40 быстрее, чем в 50, в 50 быстрее, чем в 60. Понятно, что тут есть большие индивидуальные отличия, понятно, что тут есть большие генетические отличия, но общий тренд такой. И что происходит дальше? Дальше у нас начинается возрастное снижение когнитивных функций, которое связано с тем, что изменяется биохимия, изменяется выработка нейромедиаторов, и в том числе некоторые нейроны начинают погибать. Это не самое главное в старении и в возрастном снижении когнитивных функций, но в том числе нейроны начинают погибать. И что у нас происходит? У нас обнаруживается, что те люди, которые занимались интеллектуальной деятельностью, они потом обладают преимуществом, у них потом в среднем намного медленнее происходит снижение интеллектуальных функций, в том числе снижение памяти. Но есть сейчас в Тасмании такой большой проект, в котором смотрят, насколько эффективно это делать, когда человек уже старый. Они берут 50-летних людей, или 60-летних, или 70-летних, отправляют их в университет, заставляют их там проходить курсы, делать домашки, сдавать экзамены. Они видят, что у тех, кто ходит в университет, конечно, улучшаются знания, связанные непосредственно с той дисциплиной, в связи с которой они ходили в университет. Если вы учили историю античности, вы, конечно, будете круто знать историю античности, у вас расширятся словарные запасы, у вас расширится способность оперировать концептами, связанными с историей античности. Но, когда они смотрят на какие-то более абстрактные интеллектуальные функции, типа объема рабочей памяти вообще, способности решать пространственные головоломки вообще, скорости принятия решений вообще, то обнаруживается, что на все это обучение в пожилом возрасте особо не влияет, но зато на это хорошо влияет обучение, пройденное в более молодом возрасте. Что если вы хотите прослушать один и тот же университетский курс и думаете, делать ли это вам в 20 лет или в 40, то, по-видимому, если вы сделаете это в 40, то это принесет вам чуть меньше пользы, чем если бы вы тот же самый курс прослушали в 20, и вы на этот курс вырастите меньше связей нейронных. Но при этом в 40 он принесет вам больше пользы, чем если бы вы прослушали его в 60. В 60 он даст вам пользу для знаний, для эрудиции, при этом даст мало пользы именно для развития мозга как такового. Что касается развития мозга как такового, здесь они используют выражение когнитивный резерв, то есть накопленная в течение жизни интеллектуальная прочность, которая предсказывает, насколько медленно будут портиться функции. Вот на что это похоже. Вот представьте себе, что вы живете в Ижевске, а работать летаете в Минск. И, например, у вас нет прямых рейсов. Из Минска в Ижевск, из Ижевска в Минск. Вам приходится летать через Москву. Вы сначала на чем-нибудь летите в Москву, в Шеремете, в Адамадедово или в Нуково, а потом оттуда, в Белаве, летите в Минск. Так вы делаете каждый день. Утром на работу, вечером с работы. Это можно сравнить с нейронами. У вас есть какие-то три нейрона, которые работают над какой-то общей задачей. Для того, чтобы вся задача была решена, вам нужно передать импульс через Москву из Ижевска в Минск. Что происходит дальше? У вас происходит возрастное снижение когнитивных функций. На Москву падает атомная бомба. Москвы больше нет. Нету Шереметьево, нету Домодедово, нету Внуково. В том случае, если это единственный известный вам способ подобраться из Ижевска в Минск, у вас больше нет ни Ижевска, ни Минска. Вы не можете с ними сделать ничего, вы не можете попасть из одного в другой, у вас вырубается вся эта когнитивная функция, вы не можете больше поехать на работу. В том случае, если вы были опытный путешественник, вы знаете, что можно поехать автостопом. Вы знаете, что можно поехать на собаках, на электричках. Вы знаете, что можно полететь на самолете через Санкт-Петербург. Вы, в общем, можете много всего придумать. В том случае, если вы накопили опыт путешествий, то есть накопили опыт альтернативных движений откуда-нибудь, куда-нибудь. Похожая история с тем, почему полезна интеллектуальная деятельность. Интеллектуальная деятельность полезна тем, что она сильно... Дело не в том, что у вас клетки будут медленнее гибнуть. Дело в том, что гибель каждой отдельной нервной клетки будет меньше разрушающей действовать на ваши интеллектуальные функции в целом, потому что у вас есть много альтернативных дорожек, альтернативных путей. Поэтому, если сейчас вам, например, 30, и вы думаете, то ли вам сосредоточить все свои усилия на том, чтобы зарабатывать на квартиру, то ли вам ребеночка родить, то ли вам пойти в аспирантуру, аспирантура полезнее всего. У меня вопрос о финансах, как раз они изображены с одним на доске. Скажите, эта система работает только с раздражителями из внешнего мира или, скажем, с воображаемыми... То есть работает ли это с самогнушением, и, соответственно, можно ли отучить тебя бояться паучков без контакта с этим паучком? Ну, смотрите, в принципе, конечно, можно. В принципе, конечно, мы люди мыслящие существа, и мы люди, конечно, можем вызывать у себя воображение какие-то штуки, не получая сигнала об этих штуках из внешнего мира. И есть такая штука, embodiment theory of cognition, воплощенная теория сознания, которая говорит нам о том, что вообще те ощущения, которые мы воображаем, вызываем воображение, они на самом деле очень похожи на те ощущения, которые мы получаем из внешнего мира, что условно, когда вы показываете испытываемую картинку стула в томографе, смотрите, какие зоны зрительной коры у него активировались, пока он смотрел на стул, и потом вы просите его в томографе вообразить стул, вы видите, что вообще-то довольно сильное перекрывание между тем, что активируется в одном случае и в другом, что есть какие-то нейроны, которые, в принципе, активируются при образе стула, неважно, вообразили ли вы его себе или увидели вовне. То же самое с паучком, конечно, то же самое с многим другим. Сейчас про это есть ужасно интересные работы про понимание речи, про то, что похоже, что в понимание речи вовлечена моторная кора, что когда вы слышите слово «рисовать», то вы понимаете слово «рисовать» только после того, как вы активировали у себя в моторной коре нейроны, которые отвечают за совершение действия «рисовать», что они нужны именно для понимания глагола. Это проверяют томографическим исследованием СТМС с транскрениальной магнитной стимуляцией. Показывают, что если вам подавить работу моторной коры, то вы медленнее распознаете слова, связанные с этой областью моторной коры. А я это говорю сейчас к тому, а к чему я это говорю? К тому, что самовынушение в принципе можно. Да, спасибо. Но, скорее всего, это будет все-таки не настолько круто, потому что, наверное, показывая реальную картинку, вы обеспечиваете более надежное, достоверное и комплексное восприятие и более качественную активацию всех тех нейронных контуров, которые для этого нужны. Но вообще, да, мозг невероятно круто способен вот эту реальность себе воспроизводить. Я часто думаю о том, какая офигенская у нас с вами будет старость. Как нам сильно повезло, потому что, когда мы станем людьми уже ограниченными во многом в своих возможностях, у нас будут потрясающие совершенно технологии виртуальной реальности, которые совершенно потрясающе будут обманывать мозг. То есть, например, вам 90 лет, вы не можете поехать в Париж, потому что вы себя недостаточно хорошо чувствуете, чтобы поехать в Париж, или у вас недостаточно денег, чтобы поехать в Париж. Но у вас к тому времени уже будет отличная виртуальная реальность. За свою жизнь 90 лет вы точно успеете накопить себе на очки виртуальной реальности беговую дорожку. И вы сможете в этих очках в виртуальной реальности ходить по совершенно настоящему Парижу, который, с точки зрения вашего мозга, Париж и будет Париж. Плюс это будет наверняка коллективный Париж, то есть вы будете там встречать других таких же людей, как Симов, которые пришли в Париж, знакомиться с ними. В общем, все будет настолько отлично у нас с вами, что просто прямо фантастико. Вот мы вам уже обещали. Смотрите, история темная, потому что большая часть наотропов, продающихся в аптеке, либо продаются по тяжелым рецептам и не должны назначать себе назначение врача, потому что призваны корректировать уже существующие медицинские проблемы, либо не работают, и просто это жульничество и эффект процеба в лучшем случае. То есть большая часть лекарств, которые правда работают, они были разработаны именно для тех людей, у которых есть какие-то конкретные проблемы. Вот у вас, условно, там не вырабатывается какой-нибудь нейромедиатор. Я специально не называю имен, чтобы не наврать. У вас не вырабатывается, допустим, в нужных количествах какой-то нейромедиатор, поэтому вы принимаете какое-то конкретное вещество, которое способствует выработке этого нейромедиатора, но оно не будет вам полезным в том случае, если он у вас и так есть. Может, наоборот, привести к каким-то проблемам. И третья группа веществ, стимулирующих эффектуальную деятельность – это вещества, которые вызывают зависимость, которые встраиваются в процессы работы мозга и без которых мозг уже не может, по крайней мере, так же хорошо, как был. То есть, к сожалению, правда, проблема с мозгом в том, что он стремится к какому-то поддержанию равновесия, и когда вы добавляете каких-то полезных веществ, он немедленно в ответ снижает, прикручивает выработку полезных веществ самим собой. Поэтому, к сожалению, каких-то хороших вещей либо нет, либо вы, по крайней мере, оказываетесь в божественной зависимости от них, и немедленно становитесь идиотом, как только у вас снизился их поток. То есть, все очень печально. К сожалению, пока что все, что мы можем – это спать, двигаться и учиться. Спасибо. Так, пожалуйста, товарищ, потом перейдем сюда. Скажите, пожалуйста, Вы говорите, что для того, чтобы происходило быстрое обучение, точнее, обучение, нужно неоднократное повторение. А каким образом можно сделать так, чтобы уменьшить количество повторений и, соответственно, устроить обучение? Ну, я не уверена, что мы можем именно уменьшить количество повторений, но здесь выход на эмоциональную значимость. Если то, что мы пытаемся выучить, для нас важно, если мы по этому поводу excited или аноид. Извините, я просто не недавно сдавала, поэтому мне сложно переводить с английского на русский у себя в голове. Если мы по этому поводу испытываем какие-то сильные выраженные эмоции, положительные или отрицательные, если нас что-то возбуждает, вдохновляет, впечатляет или, наоборот, бесит, то тогда мы, во-первых, не прилагая к этому усилия, будем снова и снова крутить это в голове и, соответственно, запоминать. А во-вторых, возможно, мы сможем включить ту самую гетеросинаптическую пластичность, то самое подключение отростков, которые идут от нейронов из эмоциональных центров, из амигдалы или из прилежащего ядра, которые способствуют быстрому запоминанию. То есть вот мы, если нас где-то напугали, если нас где-то напали, мы очень хорошо запоминаем, в каком именно месте на нас напали и больше туда не ходим. Мы не прикладываем к этому никаких усилий, мы не пытаемся это специально повторять. Просто, когда что-то эмоционально значимое, там, по-видимому, подключается амигдала, по-видимому, отравляет поток своих нейромедиаторов туда, в кипокамп, где нужно запомнить это место. Это происходит очень легко и быстро. И, скорее всего, такие штуки работают много где. Скорее всего, если мы что-то посчитали эмоционально значимым, то мы запомним его быстрее за счет вот этого содействия дополнительных нейронов, которые дополнительно поливают нейромедиаторами вот этот синапс, который должен укрепиться. Но, в общем, больше каких-то особенных секретов нет. Мы хорошо запоминаем то, что нам уже было понятно, потому что у нас для половины этой информации уже и так выращены какие-то нейронные связи. Когда мы вплетаем что-то новое как элемент в то, что нам уже давно было известно, это гораздо эффективнее, чем когда мы учим новое с нуля. Поэтому здесь работает некоторый такой эффект Матфея. Вот вы знаете, в социологии есть такое понятие «эффект Матфея» в честь того самого Матфея из Библии, который говорил про то, что у неимущих отнимется, а имущим приложится, что чем больше славы, тем больше славы. Вот я сейчас напишу третью книжку, она будет страшно занудная, а многие из вас все равно ее купят, потому что я уже звезда. А первую книжку и стать сложнее, потому что никто про тебя ничего еще не знает. Чем больше денег, тем больше денег. Если у вас уже лежит миллион на вкладе, то этот миллион на вкладе приносит вам, соответственно, проценты каждый год, и плюс у вас есть всегда деньги на какие-то выгодные предложения, типа вот вы увидели билеты на полгода вперед, которые дешево стоят, вы тут же их покупаете, потому что у вас уже есть деньги, и в итоге вы деньги экономите по сравнению с ситуацией, когда бы вы покупали после зарплаты. И так во всем. То же самое, чем больше знаний, тем больше знаний. Чем больше вы уже выучили, тем легче вам осваивать информацию еще и еще. Чем больше языков вы знаете, тем легче вам учить новый иностранный язык. Чем больше вы читали научно-популярных книжек, тем понятнее вам каждая следующая научно-популярная книжка. Это проблема, кстати. Скучно становится. Чем больше вы математику поняли, чем больше вы усилий вложили в понимание математики, тем проще вам понять каждую следующую теорему. Ну и так далее. Да, вот так, все печально. А всякие схемы по запоминанию не ускоряют? Ну смотрите, когда мы говорим, скажем, про мнемонику, то это похоже очень на то, что делал тот же самый пациент SF, в смысле студент SF, что мы научимся просто целенаправленно разрабатывать какую-то систему ассоциаций между новой информацией и информацией уже знакомой. Скажем, другая техника популярная называется чертоги памяти. Там мы используем какое-то знакомое место. Вы представляете какую-то знакомую квартиру или там университеты, аудиторию, работу, офис, неважно что. Какое-то место, которое вы хорошо знаете и как там последовательности комнаты идут. И дальше, когда вам нужно запомнить какой-то лист событий, вы придумываете ассоциации между каждой комнатой и вот чем-то из этого листа. И так вы легко воспроизводите и их последовательность, и сами эти объекты. Это работает хорошо именно за счет того, что это связано с тем, что у нас в голове уже есть. Типа будет девушка сначала, а потом молодых людей. Вы говорили во время лекции по поводу стелечков и зонтированных. Я думаю, что хорошо быть более радостными. Смотрите, на самом деле здесь нужно относиться с осторожностью к результатам любого отдельного томографического исследования. Потому что проблема с томографическими исследованиями в том, что они, как правило, проводятся на каких-то маленьких выборках. И даже если мы считаем доказанным, что у этих людей после того, как они научились жонглировать, правда увеличилась плотность нейронов в подлежащем ядре, плотность серого вещества, то это не означает, что одно с другим обязательно связано. И скорее всего это даже не связано в том смысле, что это дело было не в том, что они учились жонглировать, а дело было просто в том, что это были люди пожилые, давно на пенсии, и у них была, скорее всего, однообразная скучная жизнь. А тут они стали чувствовать, что они помогают науке, они ходят в лабораторию, там с ними возятся, там им говорят спасибо, они чувствуют себя осмысленными, их жизнь стала просто гораздо интереснее. И это как-то отразилось на прилежащем ядре. Я не знаю, можно ли его прямо качать. На самом деле вот в последнее время потихонечку начинают появляться первые работы именно о воздействии психотерапии на анатомию мозга. Вот есть такая когнитивно-поведенческая психотерапия, она считается самой научной из всех направлений психотерапии. Если вы думаете пойти на психотерапию или нет, не хотите отдавать деньги жуликам, то жулики там бывают, но бывают и настоящие нормальные, более-менее одобренные наукой, в первую очередь когнитивно-поведенческие психотерапевты. Там нормальные доказательства того, что те, кого они лечили, выживают чаще, чем те, кого они лечили. Ну, выживают там после депрессии, например, предотвращаются в суициты и так далее. Вот, и сейчас я это говорю. То есть, смотрите, получается так, что, может быть, их жизнь стала лучше. Может быть, их жизнь не стала лучше. Может быть, мы заметили какой-то просто артефакт, может быть, прилежащее ядро стало больше, но это ни на что не повлияло, потому что, ну, вот эта зона, нейтральный эстреатом большая, она отчасти связана с удовольствием, а отчасти может быть связана с какими-то другими вещами, вплоть до координации движений, которая, кстати, легко объясняется жонглированием. Просто считается, что там одна половина нейтрального эстреатома больше связана с координацией движений, а другая больше связана с удовольствием. Но, опять же, мы не знаем, как они конкретно переплетены у конкретных экспертуемов. То есть все это гипотетически мы можем предположить, что можно прокачивать в мозге способность радоваться, но на практике данных, вот именно экспериментальных, про это очень мало. У нас пока очень мало работы о том, что психотерапия что-то изменила, например, в строении мозга, и, ну, что-то меняет из общих логических соображений, но что и как, пока непонятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok